Всем добрый день! Пожалуйста, проверьте, хорошо ли меня слышно. Если есть какие-то проблемы со звуком или изображением, прошу написать в чат. Напоминаю, для избежания технических неполадок, просто для вашего удобства желательно просматривать вебинар в браузере Google Chrome и подключить наушники для улучшения качества звука. Если изображение будет полностью у вас отсутствовать, попробуйте обновить страницу. Для просмотра вебинара нужно стабильное подсоединение к интернету, поэтому если вдруг вы увидите значок восклицательный красный возле своего имени и фамилии, то, скорее всего, у вас проблемы с связью, у вас могут быть проблемы при прослушивании вебинара. Для тех, кто слушает меня впервые, я представлюсь. Меня зовут Андрей, я являюсь маркетологом компании «Анекс Тур» в городе Оренбурге. Сейчас в чат пишут, что у всех идет снег, у всех холодно. У нас в Оренбурге, кстати, аномальная жара, у нас уже неделю стоит 20 с лишним градусов солнечно, поэтому, в принципе, наверное, в Турции в апреле такая же погода, так что мы пока обходимся. Для начала я хочу поблагодарить вас за то, что в это непростое для всех время вы смогли уделить нам два часа своей жизни и поучаствовать в сегодняшнем вебинаре. За последние семь лет мы, работники сферы туризма, пережили все возможные невзгоды, такие как отмены полетных программ, закрытие целых направлений, акулы, теракты, птичьи, поросячьи, говяжьи гриппы и многое другое. И, конечно же, благодаря вашей поддержке и терпению сегодняшний кризис мы тоже преодолеем. Всего лишь нужно вам в любой, даже самой конфликтной и непонятной ситуации оставаться профессионалами своего дела. Мы уверены, что любая черная полоса конечна и в скором времени все вернется на круги своя. И единственной нашей проблемой будет доллар по 30, прям как в 2013. Я рад приветствовать вас на вебинаре, посвященном Турции, а именно Анатолийскому побережью, которое представляет собой основу успешной работы практически любого турагентства. Сегодня я расскажу об отелях, специфике отдыха в ключевых центрах Турецкой Ривьеры и с удовольствием попробую ответить на все интересующие вопросы, которые при необходимости вы можете адресовать в чат. Только давайте договоримся сразу. Зачитывать я буду только те вопросы, ответы на которые нельзя получить, просто прочитав информацию на нашем официальном сайте, например, по инфраструктуре и предоставляемым услугам в отеле, а также вопросы, ответы на которые не звучали в течение этого вебинара. Также мы сегодня не будем обсуждать бронирование и перебронирование. Речь пойдет только о Турции. Запись вебинара обязательно будет, она появится на нашем YouTube-канале, который, ссылку на который, вернее, вы сможете увидеть в конце вебинара. Отельная база туроператора Annex Tour обширна и разнообразна. Она включает в себя варианты различной ценовой категории, как бюджетные, так и прекрасные отели для взыскательных туристов. Сегодня я расскажу лишь интересные и полезные факты. Каждому отелю дам свою личностную оценку и обозначу, для какой категории гостей подойдет тот или иной предложенный вариант. Все отели, которые вы увидите на слайдах, можете без опаски предлагать клиентам в течение сезона и именно на них делать акцент при создании публикаций в соцсетях и рассылок в мессенджерах. Акцент будет сделан на наши базовые отели, а также новинки, которые мы специально для вас смогли заблаговременно осмотреть в рамках инфотуры, организованного в феврале этого года с вылетом из Москвы. Таким образом, уже сейчас, во время самоизоляции, вы сможете провести время с пользой и максимально подготовиться к предстоящим продажам. Анталийское побережье от Аннекс Тур – это круглогодичная полетная программа, прямые вылеты из 38 городов России, собственная принимающая страна и большой ассортимент эксклюзивных и гарантированных отелей, которые вы можете предложить своим туристам. В зависимости от города вылета, вариативность отдыха вашего клиента может быть самая разнообразная, включает в себя любое количество ночей. Ну и, конечно, мы всегда стараемся поддерживать цены на конкурентноспособном и доступном уровне относительно цен других туроператоров. На данный момент турецкое правительство ведет активную политику по предотвращению распространения вируса на территории страны, поддерживает население в виде налоговых и финансовых послаблений, банковских льгот и даже утверждает налоговые каникулы для отельного и туристического сектора. Планируется введение сертификации отелей на отсутствие вирусной инфекции и соблюдение стандартов гигиены. Вот эти вот все вышеперечисленные меры помогут большинству отелей удержаться на плаву и преодолеть кризис с минимальными потерями. По оптимистичным прогнозам, открытие туристического авиасообщения возможно уже в июне. Сначала, естественно, внутреннего, затем и международного. Но, конечно, ситуация может измениться. Прежде чем начать, давайте мы еще раз проверим, как меня слышно, видно ли изображение, видно ли картинку. Картинку должно быть видно, меня должно быть слышно, но не видно, потому что я сижу на диване с наушниками и рассказываю вам про Турцию. Отлично. Курортный город Анталия. Это прежде всего море с прозрачной бирюзовой водой, замечательно организованные пляжи и приемлемые цены в сочетании с высоким уровнем сервиса. Город построен на каменистом плато на высоте 40 метров над уровнем моря в Анталийском заливе, который окружают живописные таврийские горы, покрытые густыми сосновыми лесами. Находится Анталия всего лишь в 15 километрах от международного аэропорта, что является определяющим фактором для туристов, отдыхающих с маленькими детьми и не желающими тратить время на длительный трансфер. Это столица культурной и ночной жизни всего побережья. Первый отель, который мы рассмотрим, называется Rixos Downtown Анталия, несмотря на то, что он был открыт. В далеком 90-м году, последняя реновация проводилась в 2011-м, выглядит очень достойно и до сих пор является одним из лучших вариантов отдыха в районе Кань-Ялты и, собственно, во всей Анталии. Имеет собственную часть на общественном галичном пляже, который находится в 300 метрах от отеля через дорогу. Спускаться туристу придется на лифте. Вы можете обратить внимание на фотографии, которые представлены на слайде, и увидите, что кажется, как будто нет дороги перед отелем. Это не так. Туристу придется преодолеть дорогу, чтобы попасть на пляж. То есть он спускается на лифте вниз, переходит дорогу по пешеходному переходу и оказывается, конечно, на пляже. В море заход галичный, галька крупная. На пляже имеется бар, но, к сожалению, он полностью платный. Как безалкогольные напитки, так и алкогольные предоставляются за дополнительную плату. На территории открытый бассейн, подогреваемый зимой, два а-ля карт ресторана и широкая концепция «все включено», предоставляющая туристам неограниченное количество местных и импортных напитков с 9 утра до 12 ночи. То есть фактически система питания ультра «все включено» здесь скорее номинально. Wi-Fi бесплатный на всей территории, включая номера. Да, территория небольшая, но очень красивая. Можно пройтись, покормить рыб, черепах, которые проживают в небольшом пруду. Очень много кошек. Есть дартс, настольный футбол и теннис. Во всех барах делают коктейли. У бассейна в холодильниках можно взять любые напитки самостоятельно. Плюс сладкая вата, фрукты, лепешки, пицца, наггетсы в течение дня. Все это предлагается гостям бесплатно. В целом это отличный бутик-отель с хорошим сервисом, номерами и местоположением, в котором можно как и отдохнуть от шума и суеты, так и провести свой отпуск весьма активно. Rixos предлагает своим гостям много интересных возможностей, вариантов досуга. И все это по весьма доступной цене. Также не забывайте, что все отели сети Rixos обладают одним весомым плюсом. Они предоставляют бесплатный трансфер и вход в парк развлечений Land of Legends. Гости отеля могут посещать там вечерние шоу-программы, приглашенные знаменитостей, пользоваться всей инфраструктурой, такой как бассейн, аквапарк и горки. Те отели, которые находятся близко к парку, то есть, например, Rixos, расположенный в Белеке, они предоставляют трансфер по запросу, потому что машина едет буквально 5-10 минут. Отели Rixos, расположенные в отдалении от парка, предоставляют трансфер один раз в день. То есть, примерно утром, уточнив расписание на рецепшн, можно уехать в парк и вечером вернуться. Ну, либо добраться самостоятельно. Ну и, конечно, одним из главных донстоинств отеля являются виды, открываемые с его территории. На смотровой площадке у лифта перед каждым гостем предстает великолепная панорама города Анталия, Таврийских гор и бесконечной морской клади. Выглядит это очень колоритно и очень красиво. В пешей доступности от отеля на расстоянии примерно 2 километров находится торговый центр Migros, а также Aqualand и Delfinland, самый большой аквапарк и дельфинарий в Анталии. В аквапарке около 10 больших горок и скромная детская зона. Цена за вход примерно 75 лир за взрослого и 50 лир за ребенка от 7 до 12 лет. Дети младше проходят бесплатно в будние дни. В выходные немного дороже. Дети до 6 лет, как я и говорил, всегда проходят бесплатно. В цену уже включена аренда шкафчика. В дельфинарии можно посмотреть шоу дельфинов, морских котиков. Стоит это примерно столько же. За 100 долларов можно поплавать 5 минут с дельфинами. Удовольствие очень интересное, но из-за высокой цены, на мой вкус, весьма сомнительное. Через дорогу от аквапарка находится небольшой, но весьма интересный аквариум. Здесь есть тематические выставки, где можно увидеть самых разнообразных представителей морской фауны. И даже затонувший самолет. Билет в аквариум стоит от 35 до 100 долларов в зависимости от наполненности экскурсии и количества посещаемых выставок. Прежде чем мы не ушли дальше, и давайте я еще раз повторю для тех, кто прослушал насчет Турции. По оптимистичным прогнозам открытие туристического авиасообщения возможно в июне. Сначала они будут открывать местные рейсы, то есть местный туризм разрешать, а затем уже международный. Естественно, в зависимости от ситуации данное решение может меняться. И на данный момент, многие говорят, что у нас рейсы доступны к продажам с августа. Мы рейсы не снимали, мы закрыли их к бронированию. То есть, чтобы на данный момент вы не могли сажать заявки. Рейсы как стояли, они так и стоят. Всем любителям песчаных пляжей можно советовать подбирать отель в районе Лара, который расположен в восточной части Анталии в 10 километрах от аэропорта. Этот район примечательен своими невысокими зданиями, парковыми зонами с детскими площадками и набережной. На побережье Лары построены три линии отелей. К востоку от пляжа в море впадает река Дюден, которая образует красивый, я думаю, вам хорошо знакомый водопад. Пляжи здесь с мелким песком и пологим заходом в воду, что делает это место идеальным вариантом для самых маленьких отдыхающих. Здесь находятся преимущественно отели категории 5 звезд, в которых созданы все условия для комфортного и качественного семейного отдыха. Но в Ларе выбор не ограничен дорогими отелями. Вы всегда сможете подобрать для своего туриста бюджетный вариант, расположенный на второй линии, либо в отдалении от центра курорта. Первый отель, о котором мы поговорим в этом поселке – Астерия Кремлин Пеллес. Семейный отель, который идеально подойдет для туристов, отправляющихся на отдых в первый раз, или путешественников, которые хотят получить от своего отдыха максимум за относительно небольшую стоимость. Большая территория, хорошее питание, отличный песчаный пляж, водные горки, активная анимация и множество бесплатных услуг, таких как турецкая баня, сауна, горки, а-ля карт рестораны, бары, анимация, вечерние шоу-программы и многое другое. В общем, все то, за что наши гости любят Турцию, и то, ради чего продолжают посещать ее из года в год. Самое главное, в отеле очень насыщенная зимняя концепция, делающая этот вариант прекрасным для отдыха в период не сезона, либо зимой. Что изменилось с тех пор, как отель получил свою заветную приставочку Астерия? Было улучшено питание, расширена концепция ультра-все включено, произведена полная реновация территории, приведено в порядок лобби, которое больше не напоминает старую прокуренную станцию московского метрополитена и выглядит очень красиво и презентабельно. Высокие потолки выкрашены в белый цвет, повсюду колонны и картины известных художников, которыми декорированы стены и, самое главное, разнообразные бары, расположенные по бокам от главного коридора, представляющие собой идеальные зоны для алкогольных посиделок компаний различной величины. Сам Кремль был отмыт от солевых пятен, то есть теперь он действительно красный, а не красно-белый. Все лежаки они заменили на новые, произвели косметический ремонт во всех номерах. В предстоящем сезоне, по словам представителей отеля, в номерах планируют провести полную реновацию номеров. И опять же, согласно ее информации, как минимум половину номерного фонда они точно отремонтируют. В летнее время будут открыты два пирса, на одном из них появятся платные павильоны, которые каждый желающий сможет забронировать за 40 евро в сутки. В общем, отель Ажил готов с новыми силами принимать гостей, полностью соответствует уровню сервиса сети Астерия и ни в чем не уступает своим соседям, во многом, думаю, даже превосходит их. Кроме того, Астерия Кремлин участвует в акции экспресс-трансфер. То есть, что такое экспресс-трансфер? Это прямой трансфер из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт без заезда в другие отели. То есть, если индивидуальный трансфер везет всех туристов по конкретной заявке из точки А в точку Б, то экспресс-трансфер везет всех туристов, прилетевших на данном рейсе в этот отель. Но на самом деле экспресс-трансферы, как правило, предоставляются отелями, поэтому все они хотят угодить своим гостям. Мне доводилось пользоваться этой услугой несколько раз и за все эти разы ни разу не было, чтобы со мной ездили туристы по каким-то другим заявкам. То есть, всегда мы ехали индивидуально. Иногда это был микроавтобус, иногда даже мне приходилось ехать на микроавтобусе одному. Знакомы случаи, когда с этим гостями приезжал даже автомобиль легковой какого-то там С-класса. То есть, такое тоже может быть. Плюс у нас на сайте вы можете увидеть примечание, что максимум экспресс-трансфер может заехать в один-два отеля. Это скорее подстраховка, опять же, это скорее исключение из правил, чем обычная практика. Гости оплачивают групповой трансфер, получают экспресс, то есть не нужно никуда ничего писать, он автоматически добавляется в заявку, турист просто подходит на общую стойку регистрации, ему указывают номер автомобиля. Многие агенты даже не знают, что такая услуга есть, поэтому туристы очень удивляются по прилету. Следующий отель, о котором мы поговорим, это отель «Титаник Бичлара». Его открыли в 2003 году. Он состоит из нескольких дополнительных корпусов и узнаваемого главного девятиэтажного здания, выполненного в виде гигантского корабля, благодаря величественной форме которого отель получил свое название и дал начало известнейшей по всей Турции цепочке отелей «Титаник». Он был первый, и он дал название всем отелям. В этом году они производят реставрацию водных горок, четыре из которых будут функционировать для взрослых и для детей. Для самых маленьких гостей отеля появится полноценная аквазона с небольшим аквапарком. На территории имеется четыре огромных бассейна, один из которых крытый подогреваемый, а другой полноценный олимпийский, то есть с дорожками для плавания. В распоряжении туристов 8 баров, три платных а-ля карт ресторана и целых пять футбольных полей с травяным покрытием. Причем одно из них полноразмерное. Одно из полей находится на территории самого отеля, поэтому гостям не нужно на трансфере ехать куда-то там за два километра, чтобы потренироваться. Они просто бронируют поле и идут тренируются. Отель предоставляет высокий уровень сервиса для самых взыскательных гостей, новые просторные номера, большой спектр услуг и самое главное – первоклассное питание. В данном отеле нам довелось пообедать. Могу сказать, что по разнообразию шведского стола он даст фору большинству пятизвездочных отелей в данном ценовом сегменте. Питание было выше всяких похвал. В концепцию не входят свежевыжатый апельсиновый сок, закуски, бесплатный сервис номер с 3 утра до 7 утра, мороженое, кофе, чай с пирожными в определенные часы и все возможные варианты диетического, вегетарианского меню. Ну и, конечно же, стоит отметить, что благодаря своей инфраструктуре Титаник Бич Лара идеально подходит для спортивных групп и активного времяпровождения любой категории туристов, которые просто смогут себе его позволить. Также только в этом году, ну, опять же, учитывая, наверное, сложившуюся ситуацию, может быть, эту акцию продлят и на следующий год, гости Титаник Бич Лара могут с 6 утра до часу дня совершенно бесплатно посетить элитный отель Титаник Мордан Палас. То есть они могут там пользоваться бассейном, пляжем, либо просто пофотографироваться на фоне шикарного интерьера. Естественно, в барах напитки им не предлагаются, питаться они там тоже не могут. Это сделано просто ради привлечения клиентов и внимания к отелю Титаник Мордан Палас. С 6 утра до часу дня могут приехать, их пропустят, они пофотографируются, погуляют по территориям. Ну и, собственно, Титаник Мордан Палас, который в 2019 году в прямом смысле слова возродился из пепла, стал еще лучше, чем когда-либо. Самым главным новшеством является тот факт, что вместе с приходом сети Титаник полностью ушла вся вычурная роскошь, дешевые золотые колонны, цыганский стиль и красные цвета, которые давили на туристов и выглядели для многих безвкусно. Все это осталось в Club Hotel Sera, а Титаник Мордан Палас теперь выглядит дорого, но при этом стильно и очень размеренно. Винтовые лестницы, синий бархат, люстры из кристаллов Сваровски. В лобе находится известный малахитовый рояль, созданный в 19 веке, на котором каждый вечер профессиональный пианист в смокинге играет классические мелодии. Фасад здания своей архитектурой и красками визуально напоминает город Стамбул, однако внутри отель поделен на три тематические зоны, в которых расположены, собственно, все номера. Первая зона европейская. Это современные, светлые и просторные номера, которые, несмотря на всю презентабельность, выглядят, на мой взгляд, хуже остальных. Они неплохие, то есть не думайте. Они очень хорошие, но другие вариативности номеров мне показались интереснее. Вторая зона выполнена в стиле Османской империи. То есть, кто видел фильм «Турецкий гамбит», примерно представляет, что это такое. Это плавные линии в проеме в форме куполов, изощренные узоры, большое количество дорогих натуральных тканей, акцент на низкую мягкую мебель. Ну и третья зона выполнена в восточном анталийском стиле. То есть, это традиционный восточный стиль, чем-то напоминающий арабский и марокканский. Предугадать, куда поселят туриста, невозможно. Поэтому каждый гость может оставить свои пожелания при вселении в отель на ресепшн. И отель постарается, конечно же, их учесть. В этом году на территории открыт новый ресторан, который работает круглосуточно. Разместили 26 баров, включая кальянную, кафе-мороженое, кондитерскую, клуб и винный погреб. 7 а-ля карт ресторанов, среди которых международный, можно посетить бесплатно. А гриль азиатский и рыбный, индийский, турецкий, итальянский за дополнительную плату. На территории 5 бассейнов, аквапарк из шести горок, бесплатный спа-центр и самая разнообразная вариативность приглашенных вечерних шоу-программ, анимаций и спортивных мероприятий. Также была построена современная сцена и ночной клуб с профессиональным концертным оборудованием, а на пляж завезли белый песок. Из интересных особенностей стоит отметить наличие закрытого подогреваемого бассейна с морской водой, который переходит в открытый. Этот бассейн платный. Такого я не видел ни в одном отеле Турции, но здесь это есть. Стоимость использования бассейна 30 евро полчаса. По словам представителя, сделано это для того, чтобы в отеле присутствовала такая вот некая элитная зона, которой будут посещать только самые взыскательные гости. Чтобы там не было русских туристов, которые с кругом в форме фламинго будут с бортиков бассейна прыгать в его середину. Но вот такое вот кастовое разделение появилось почти как в Индии. Я думаю, те, кто смотрел когда-то в свое время «Орел и Решку», знают, что до закрытия отеля одним из самых узнаваемых символов Мордан-Паласа была ленивая река, по которой ходили настоящие венецианские гондолы. Сейчас данная особенность была упразднена, бассейны приведены в порядок и приспособлены под полноценную купальную зону, куда имеют прямой выход номера категории «Свимап». Как выразилось представителе отеля, гондолов больше в нашем отеле не будет. По уровню сервиса «Титаник» Мордан-Палас является самым элитным отелем в сети, но при этом выдает недорогие акционные цены, так как его руководство, как я уже говорил, проводит активную политику привлечения туристов. В последующих сезонах цены изменятся определенно в сторону увеличения на 30-50% максимум, поэтому, я думаю, этот год и следующий год это хорошая возможность отдохнуть в отеле за цену несколько меньшую, чем он будет предлагать впоследствии. Белек вполне заслуженно считается самым респектабельным курортом Анталии. Это высококлассные отели, великолепное побережье Средиземного моря, двухсотлетние кедровые, эвкалиптовые, сосновые леса, богатая фауна и флора, широкие песчаные пляжи и чистейшая вода. Это все то, что характеризует отдых в данном регионе. Окрестности курорта входят в состав природного национального парка «Каньон Кипрюлю». На побережье региона откладывают яйца гигантские черепахи-карета. Первый отель, который мы рассмотрим, называется «Гранада Лакшери Белек». Безоговорочно лучший городской отель, расположенный в центре Белека. Не потому, что достойных городских отелей в Белеке в принципе нет, а потому, что это действительно так. Открылся он в мае 2017 года и состоит из основного семиэтажного здания, дополнительного блока и семи двухэтажных вилл. Площадь каждой виллы 205 квадратов. Каждый из них имеет три спальни, ванную комнату с джакузи с собственным выходом в бассейн. Это очень красивый, стильный отель, архитектура которого действительно поражает. Обычно я стараюсь не заниматься перечислением бассейнов в отелях, но это тот случай, когда определенно нужно начать. На территории «Гранады Лакшери Белек» находится, вероятно, самый большой бассейн Турции, площадь которого 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, имеется бассейн «Мальдивы», в котором расположены номера категории «Мальдив Рум», выполненный в тематическом узнаваемом стиле. Есть бассейн с искусственной волной, несколько более мелких бассейнов, среди которых полуолимпийский, анимационный, детский, целых два крытых и индивидуальные бассейны для вилл и фэмли номеров, плюс два огромных аквапарка и ленивая река. Итого, общая площадь всех бассейнов составляет практически 22 тысячи квадратных метров. Это сопоставимо с размером отеля «Инвиста». Кроме того, отель «Оранж Каунти» теоретически тоже сможет с легкостью поместиться в бассейны «Гранада Лакшери». Можно с уверенностью сказать, что это отель с самым большим количеством разнообразной инфраструктуры, очень активной анимацией, богатой зимней концепции и масштабными вечерними шоу-программами, среди которых выступления приглашенных звезд и профессиональных артистов. Поэтому рекомендовать его можно абсолютно любой категории туристов, в том числе и активной молодежи, как в летний сезон, так и в зимний. Все это поистине огромное разнообразие компенсируется не самым удобным и хорошим пляжем, который расположен практически в двух километрах от отеля, через дорогу. Туда, конечно, курсируют каждые 30 минут шаттл, шезлонги, все пляжное оборудование, включая полотенца, естественно, предоставляется бесплатно. Заход в море пологий, песчаный, как и у всех отелей, расположенных на побережье. Но протяженность пляжа всего лишь 80 метров, лежаки стоят тесно, песчаная поверхность не совсем ровная, но большинство туристов отправляются в отель Гранада Лакшери, конечно, не за этим. И многие отдыхающие за весь период отдыха до пляжа не добираются вовсе, предпочитая отдыхать на территории отеля, пользуясь плагами системы Ультра все включено. Селектум Лакшери, Резорт Белек, один из наших самых любимых отелей в Белеке, которые я не только видел, но и где мне довелось пожить. Говорим мы, это не потому, что это наш эксклюзив, и нам его нужно активно продвигать, но и потому, что действительно это достойный отель. В Селектум Лакшери есть абсолютно все. Спектр предоставляемых услуг здесь впечатляет. Это сауна, хамам, концерты и шоу-программы, живая музыка, кондитерская, винотека, бассейн с морской водой, бассейн с подогревом, для анимации, крытый бассейн и самый известный красный бассейн, у которого проходят вечерние шоу-программы. Танцуют танцовщицы Гоу-Гоу, выступают звезды российской эстрады и многое другое. Мы, например, попали на очень интересное и классное шоу барабанщиков. Дизайн и архитектура отеля своеобразные. Основной корпус выполнен в мрачных, темных тонах. Повсюду можно встретить необычные экспозиции из цветов, лампочек, картин, каких-то античных фигур, что в совокупности отдаленно напоминает некий гротесский замок. Хотя при этом сама территория просторная, открытая, очень зеленая и действительно передает неповторимую пляжу. Собственный пляж находится рядом с отелем, его протяженность 250 метров. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца предоставляются бесплатно. Пляж просто превосходный, что было опробовано нами лично в феврале, несмотря на то, что температура за бортом не превышала 17 градусов, а аналогичный показатель у воды едва насчитывал 12. Тем не менее, только, конечно, ради вас, вся специфика и особенность пляжа в Селектуме были досконально изучены. В прошлом году на территории открылся отдельный бесплатный суши-корт для взрослых. Стали преподаваться мастер-классы по приготовлению плют от шеф-поваров, плюс они даже выдают сертификаты прохождения обучения. Естественно, они ничего не значат, но на стене в каком-нибудь кафе и заведении выглядят весьма красиво. Имеется три платных а-ля-карт ресторана, морепродукты, суши и гурме. Питание в целом хорошее. Во-первых, это огромное разнообразие еды, конечно, не как в каком-нибудь Макс Рояле, но лично я не встречал отель Турции, в котором вариативность предлагаемых блюд была такой же обширной. Множество фруктов, десертов, несколько видов рыбы и мяса, хамон, клубника и, в принципе, все, что можно пожелать. Первый раз, когда попал я в этот отель, я среди этого разнообразия настолько потерялся, что не придумал ничего умнее, чем взять пюрешку и котлетку. И насчет питания, наверное, стоит сказать, что, конечно же, все зависит от сезонности. Многие гости, которые приезжали отдыхать вне сезона, то есть в начале либо в конце сезона, говорили, что питание было хорошим, но каким-то разнообразием оно не отличалось. Это справедливо и, в принципе, это справедливо для, наверное, всех отелей данной ценовой категории. Летом же, конечно, в разгар бархатного сезона, питание на несколько ступеней вверх, конечно, прыгает. Что входит в концепцию? Все включено. Это свежевыжатый сок на завтрак, круглосуточный ресторан а-ля минут, закуски, закуски, снеки, полдник, кафетерий, круглосуточно импортные, местные алкогольные, безалкогольные напитки. Встреча с шампанским на ужин, практически все, что можно наблюдать в баре, бесплатно. Кроме того, всех гостей, прибывших в отель, встречают клубникой и шампанский киномойот. Плюс у них есть группа в WhatsApp, то есть при вселении каждого гостя сажают за отдельный столик, назначают представителя, который будет им заниматься, создается группа в WhatsApp, и представитель будет своевременно отдыхать, отвечать на все интересующие вопросы гостя. То есть вечером можно написать, где у вас можно покурить кальян, сколько это будет стоить, буквально через 2 минуты от представителя придет ответ, стоит столько-то, покурить его можно там-то, там-то. Главной жемчужиной отеля является полноценная фэмили-зона, в которой расположена бунгало с семейными номерами, находится аквапарк и отдельный ресторан, вся территория которой напоминает один большой мини-клуб. Повсюду расставлены фигуры животных, разноцветных жирафов и долматинцев, качели, горки, детские площадки, стоят красивые бунгало, из верхних бунгало, из балконов, как вы можете увидеть на картинке. Ведет вот такая вот труба, по которой можно, минуя входную дверь, спуститься на улицу. Дети особо этим не пользуются, зато вот папы с удовольствием ездят до бара. Находится эта фэмили-зона на второй линии, через подъездную отельную дорогу. Дорога неоживленная, по ней двигается транспорт, который доставляет гостей в отель, и если основная зона не понравилась некоторым участникам нашей инфогруппы, то семейная зона произвела впечатление абсолютно на всех. Специально для детей здесь есть два бассейна, один из которых открытый с горками, другой крытый, и мини-клуб, который работает для самых маленьких гостей от 4 до 12 лет. Предоставляются стульчики в ресторане, детские коляски, все это бесплатно, номера все выполнены в тематическом стиле, каждый из которых оборудован вуспальной кроватью, располагает детской комнатой за раздвижной дверью, двумя телевизорами, террасой, блендером, игровой приставкой PlayStation, бесплатным детским и баночковым питанием по запросу, и даже по запросу могут принести детский велосипед. Ну и, конечно, Selectum предоставляет, как и многие отели, экспресс-трансфер. Прежде чем мы продолжим, давайте мы еще раз поговорим насчет вопросов. Давайте договоримся так. Все вопросы, которые можно увидеть на сайте, то есть сколько бассейнов в отеле, если там подогреваемый бассейн, мы не будем проговаривать, потому что в противном случае наш вебинар займет часа четыре с половиной. То есть я, естественно, могу открыть сайт, вам зачитывать буквально всю инфраструктуру, но это будет и не столько интересно, и очень долго. Во-вторых, вопросы по типу убрали ли ли мусор, какого цвета в номере обои, я, к сожалению, знать не могу, потому что в клининговой службе не работаю, ну и, наверное, таких тонкостей тоже, к сожалению, знать не могу. Насчет расположения Family Zone, она расположена близко, буквально в 100 метрах, то есть пешком дойти одну минуту до территории, поэтому, конечно же, ни о каком трансфере речь вести не может. Селектум Фэмили Резорт. Одна из главных новинок предстоящего сезона, которая произвела действительно сильное впечатление, это бывший отель Летуния, я думаю, вы это все прекрасно знаете, открытый в 97-м году, и в котором, я думаю, и на данный момент ведутся грандиозные восстановительные работы и реновации. При этом будущий отель впитывает лучшие качества, как Летуния, это великолепная и, вероятно, самая зеленая территория в Белеке, полностью расположенная в парковой зоне среди сосен, пальм, кустарников и прочей растительности с фактурными, заросшими плющом бунгала, собственно, так и лучшие черты Селектума, то есть широкую круглосуточную концепцию, ультра все включено, активную анимацию, приглашенные шоу-программы и широкую карту импортных алкогольных напитков. Но не следует забывать, что Селектум Фэмили ориентирован прежде всего на семейный отдых. Для самых маленьких гостей здесь предусмотрен детский бассейн с аквапарком, анимация на русском языке, огромный мини-клуб и тинейджер-клуб, детская площадка, игровая комната, стулья, коляски, отдельное питание и многое другое. От собственного песчаного пляжа протяженностью 500 метров отель отделяет река, пересечь которую можно по навесному мостику. Это не речка вонючка, где тина, ил и покрышки плавают, это вполне себе ухоженная речка, которую сфотографировать не стыдно. Протяженность пляжа составляет 500 метров, шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца, конечно, предоставляются бесплатно. Заход в море песок с очень-очень мелкой галькой. За мостом практически на пляже будут построены 4 а-ля-карт ресторана. Это итальянский, дальневосточный, турецкий и рыбный. И всего таких ресторанов на территории отеля будет 6. Здесь же расположится активная зона, где планируется проведение концертов и анимации. На территории гости смогут посетить 10 баров, спа-центр, большой полуолимпийский бассейн, и также бассейн 18+, в релакс-зоне, куда не будут пускать несовершеннолетних туристов. Отель предоставляет собой отличный вариант для качественного семейного отдыха, при этом всех туристов, которых пугает темный специфичный дизайн Selectum Luxury, можно смело отправлять Selectum Family, в котором черты оригинального отеля узнаются только по названию. Ну и, наверное, тематическим фигуркам жирафов и далматинцев, которые расставлены недалеко от номеров категории Family. В остальном это совершенно другой отель, Selectum в нем не угадывается. Обращайте на него самое пристальное внимание, потому что здесь турист получит весь спектр услуг сервиса Selectum Luxury, но при этом заплатит практически на 30% меньше, так как Selectum Family рассчитаны очень выгодные акционные цены. С вылетом из нашего города, из Оренбурга, если смотреть примерно конец сентября 2020 года, Selectum Luxury на двоих, на шесть ночей стоит примерно 180 тысяч рублей. Selectum Family стоит 130-140, то есть разница налицо. Фотографии номеров, к сожалению, у меня нет, но я могу сказать, что номера выглядят практически идентично с номерами в семейной зоне Selectum, то есть они тоже в таком тематическом детском стиле, очень светлые, яркие. Богаскент, один из самых молодых курортов среди Зенаморского побережья Турции, он расположен в 12 километрах от центра Белека, и этот курорт подойдет для спокойного отдыха, который в основном выбирают семьи с детьми, малышей здесь ожидает масса развлечений, комфортный климат, чистые пляжи с пологим заходом, взрослым же понравятся многочисленные современные отельные комплексы, которые способны удовлетворить любые запросы, а также эвкалиптовые кипарисовые рощи с сосновыми лесами. Нужно помнить тот факт, что пляжи в Богаскенте не песчаные, а песчаногалечные, несмотря на то, что это территория Белека. Побережье Богаскента тянется на 6 километров и отличается удивительной частотой своих вод. И именно здесь речайшие ягантские черепахи Карета откладывают яйца и размножаются. Зрелище воистину забавное, благодаря им местность вокруг считается национальным заповедником. Ну и самое главное, чем Богаскент интересен каждому турагенту, отдых и отели здесь намного дешевле, чем в Белеке или Кадрие. В Богаскенте расположены 4 отеля сети Кристал, идеально подходящих для недорогого отдыха туристов, для которых важны прежде всего море, климат, хорошее питание и достойные условия проживания. Мы сейчас в таком достаточно быстром темпе по ним пробежимся, чтобы долго не останавливаться. Кристал Фэмили Резорт. Как понятно из названия, не очень дорогой семейный отель, расположенный на первой береговой линии и состоящий из 4-5-этажных корпусов. Территория у него небольшая, вмещает при этом все необходимое, аквапарк, несколько бассейнов, мини-клуб, бары и а-ля-карт ресторана и даже волейбольную площадку и футбольное поле. Активный семейный отель с неплохой анимацией, но очень многолюдный и шумный. Слева от отеля Кристал Фэмили в 2018 году был построен Кристал Бутик Бич Резорт. Это небольшой бутик-отель без звезд, состоящий из 14-ти двухэтажных бунгало, бассейна, расположенного в нескольких метрах от моря, снэк-ресторана и бара. Сюда не заселяют туристов младше 16-ти лет, тут нет анимации, тут нет шума и суеты. Номер, бассейн, бар и море. Все. Поэтому сюда бронируем туристов, которые хотят остаться наедине с собой и морем. При этом гости отеля могут пользоваться территорией и всеми услугами соседнего отеля Crystal Family, о котором мы разговаривали на предыдущем слайде. Там они завтракают, обедают и ужинают. Причем также процедура check-in, check-out тоже осуществляется в отеле Crystal Family Resort. В целом бутик приятный, атмосферный, уютный вариант размещения для молодоженов, пенсионеров и просто любителей тишины. Вопреки распространенному мнению, Crystal Family и Crystal Boutique не располагаются по соседству. Расстояние между ними составляет около 150-200 метров, пройти которое предстоит по неоживленной подъездной улице. И как раз между данными отелями затесался Orange County Resort Hotel Белек. Это бывший отель M Holiday, который наряду с такими отелями как Tron и теми же Crystal представляет собой самые бюджетные варианты размещения в Багаскенте и во всем Белеке. В прошлом году провели небольшую реновацию, расширили концепцию «Ультра все включено», обновили пляжное оборудование и мебель в номерах, повесили Orange County и получили хороший, качественный, крепкий, пятизвездочный отель, который не претендует на какой-то элитный отдых. Это первая береговая линия, небольшая зеленая территория, водные горки, неплохое питание, бесплатный Wi-Fi, пляжная атмосфера, музыка, морской близ, бриз и шум моря. Поэтому за доступную цену можно без опаски бронировать сюда туристов, отправляющихся на отдых в первый раз, либо туристов без каких-то изысканных запросов. Все отели, о которых сейчас велась речь, и Family, и Crystal Boutique, и Orange County располагаются на первой береговой линии, прямо перед морем. Crystal Paraisa Verde Resort. Вероятно, самый зеленый отель всей цепочки Crystal. Он представляет собой небольшой сад с большим количеством цветов, пальм, кустов и разнообразных зеленых насаждений. Имеет очень неплохой аквапарк с пятью обычными горками для взрослых и детей и одной уникальной экстремальной, выполненной, видите, в форме кобры. То есть горка действительно страшная. Собственной песчано-галечный пляж находится в 100 метрах от отеля. Чтобы к нему попасть, нужно прогуляться вдоль реки, поэтому фактическое расстояние, несмотря на первую линию, от дальних номеров до моря составляет примерно 400 метров. Река не впадает в море, поэтому течение или мусора не приносит, при этом она ухоженная и чистая, неприятного запаха либо комаров нет. Протяженность пляжа 500 метров, это много, шезлонги, тенты, матрасы, пляжные полотенца предоставляются бесплатно. И, наверное, главный нюанс, что фотографии отеля могут смутить туриста, потому что, когда вы открываете ему вот это вот левое верхнее фото, он говорит, не-не, я сюда никогда не поеду. Поэтому, чтобы грамотно и правильно продавать этот отель, откройте фотографии где-то на Top Hotels, либо в Гугле, в Яндексе, тогда вы скорее всего увидите вот эти любительские фотографии, которые показаны на нижнем левом и правом от Барайса-Верда идти ровно 4 минуты до моря. Ну да, примерно так получается, 400 метров 4 минуты. В целом, здесь хорошее питание, активная анимация, вечернейшую программу, инфраструктуру для детей. Ремонт там достаточно скромный, как в принципе и во всех отелях City Crystal. Они регулярно делают каждый год косметический ремонт, что позволяет отелю выглядеть неплохо. То есть, когда вы зайдете на территорию, вы не увидите, что вау, какой новый классный отель. Нет, это обычный пятизвездочный отель. Кстати, интересное замечание пишут, и Port Nature Luxury на этой фотке отсутствует. Он не отсутствует. Я думаю, многие обращали внимание, что когда вы открываете фотографии отелей на сайтах туроператоров, часто бывает, что отель стоит как будто в поле. Они специально удаляют соседние отели в фоторедакторах, чтобы видно было только их, чтобы турист в этом районе не узнал какой-то другой отель и не забронировал его. То есть, это практикуют многие отели. Crystal Waterworld Resort & Spa ранее состоял из двух отелей. в этом году их объединили, получив пятиэтажный корпус, построенный в 2013 году, и четыре трехэтажных здания, построенных в 2018 и соединенных между собой коридором на нижнем этаже. Как понятно из названия, главной особенностью отеля является наличие полноценного аквапарка, состоящего из 11 водных горок, разной степени экстремальности и другой разнообразной инфраструктуры, способствующей качественному семейному отдыху. Кроме того, есть активная анимация, 6 а-ля карт ресторанов и 12 баров. Из минусов можно отметить скудную растительность, которой явно не хватает, поэтому территория выглядит бетонной и несколько не пляжной. При этом на сайте и практически на всех туристических порталах старые фотографии размещены и кажется, как будто вообще растительности какой-либо нет. Она есть, но ее немного. То есть пальмы, кустики, то есть полной такой бетонированной территории, конечно же, в отеле нет. Можно его смело рекомендовать туристам, которые ограничены в бюджете и основным критерием для которых является наличие большого аквапарка. Переходим мы с вами дальше по Анталийскому побережью в Сиде, в популярный морской курорт, находящийся между не менее излюбленными Белеком и Аланией. Сам Сиде небольшой городок, но в его туристическую зону обычно включают все близлежащие поселки, поэтому курорт протягивается на 20 километров вдоль побережья в обыск без стороны от небольшого мыса исторического центра древнегреческого города. Именно там сосредоточено большинство достопримечательностей и всем желающим совместить пляжный отдых с экскурсионным или отдохнуть бюджетно необходимо выбирать отель поблизости. К западу от центра находятся самые чистые красивые широкие и самое главное пологие пляжи, что делает их идеальными для отдыха с маленькими детьми. Высокий сезон западный пляж заполнен под завязку. Там всегда шумно и весело. К востоку от полуострова пляжи менее оживлены, поэтому этот район обычно выбирают приверженцы уже спокойного и размеренного отдыха. Ну, а тем, кто предпочитает полное уединение, стоит уйти подальше от толпы отдыхающих вдоль береговой линии, туда, где расположен один из красивейших черепаших пляжей во всем Средиземноморье. Оба пляжа отмечены голубым флагом, значит, экология и инфраструктура соответствуют лучшим мировым стандартам. Визуально Сиде можно разделить на четыре основных района. Гюндокдун, Челаклы, Эвренсеки и Кюнкёй. Большая часть отелей расположена друг за другом вдоль побережья и сами границы районов размыты. Районы Челаклы и Гюндоглу выбирают туристы, которые не любят лишний раз покидать территорию отеля, так как подавляющее количество отдыхающих на курорте это семьи с детьми. Молодежь сюда отправлять, конечно, обычно не рекомендуем. Шум, визги будут мешать отдыхать людям, которые ценят тишину. Пожалуй, единственный минус, который путешественник сможет найти в Челаклы, это природа, смахивающая на пустыню. За бюджетными отелями второй береговой линии нет ни высоких деревьев, ни живописных лесов. Однако, если турист будет двигаться наоборот в сторону моря, то улицы будут весьма симпатичными, а прогулочные дорожки начнут петлять в окружении цветов, ухоженных кустиков и прочей растительности. И, несмотря на то, что кроме отелей, другой инфраструктуры здесь практически нет, выйти вечером прогуляться очень приятно. Отель Вон Резорт Хотел, состоящий из трех отелей комплекс. Сейчас я включу указку, чтобы вы могли видеть на слайде, где они располагаются. Первый отель это Вон Резорт Голден Кост, он находится на первой береговой линии. Вот эти вот зеленые корпуса, которые вы можете увидеть сейчас на слайде. По правую сторону от него находится Вон Резорт Элит. Сказать по правде, он ничем не отличается от предыдущего отеля, и приставочка Элит, наверное, дана ему за одно единственное отличие, которое было нами обнаружено. В этом отеле в номерах есть тапочки и халаты. Более каких-либо различий, к сожалению, я обнаружить не смог. За этими отелями проходит неоживленная подъездная дорога, по которой передвигаются автобусы, доставляющие туристов в отели, и за дорогой расположен огромный комплекс бунгало. И этот комплекс бунгало называется Вон Резорт Голден Бич. Главная особенность отеля это огромная зеленая территория, засаженная высокими пальмами с огромным количеством бассейнов, баров, ресторанов и прочей развлекательной инфраструктуры. Пользование аквапарком, состоящим из 13 горок, для взрослых и детей, возможно для всех отдыхающих комплекса, так и пользование всей инфраструктурой, ресторанами а-ля карт на территории отелей. То есть турист спит в своем отеле, питается в своем отеле и пользуется отдельным баром на пляже. Остальное у них все общее. Причем отдельные бары на пляже сделаны специально, чтобы равномерно по всей территории рассредоточить всех отдыхающих, чтобы в одной части пляжа, у одного бара не столкливалось огромное количество людей. У аквапарка расположен снэк-бар, где подают пиццу, бургеры и прочий фастфуд, поэтому возвращаться в ресторан на обед необязательно, так как территория огромная, имеется шаттл, который может доставить туристов в любую точку отеля, необходимо всего лишь предварительно позвонить на рецепшн, от самой дальней точки до пляжа, 15-20 минут ходьбы с ребенком 5 лет за руку. Есть свой небольшой вонючий мини-зоопарк, по запаху сразу понятно, где он находится, можно безошибочно определить, питание на достойном уровне, есть 7 а-ля-карт ресторанов, стоят они 10 евро, дети до 12 лет могут прийти бесплатно, алкоголь платно. Была произведена полная реновация в Бунгало, они поменяли все кондиционеры в фэмили-номерах и поставили теперь два новых кондиционера в номерах фэмили, убрали весь ковролин, заменили все телевизоры и провели бесплатный интернет абсолютно по всей территории даже в номерах. В каждом из Бунгало находится один роутер. Из интересных особенностей, в которых часто агенты путаются и на моей памяти эта путаница создавала некоторые проблемы нам и туристам, нужно отметить фэмили-номера. В каждом из трех отелей есть несколько категорий фэмили-номеров, которые друг от друга кардинально отличаются, поэтому я предлагаю поговорить о них. Первый отель Вон Резорт Голден Кост. Здесь вы можете забронировать две категории фэмили-номеров. Это фэмили-рум А, площадь которых составляет 29 квадратов, это двухкомнатный номер и комнаты разделены просто такой вот небольшой перегородкой. То есть по факту его можно назвать супериором, но никак не фэмили. Иногда, когда турист бронирует фэмили, он, конечно, рассчитывает на две комнаты. Здесь он этого не получит, из-за этого возникают проблемы. Если же вы бронируете фэмили-Б, то ваш турист получит номер площадью 42 квадрата, двухкомнатный номер с межкомнатной дверью, полноценной фэмили. Если вы хотите бронировать фэмили в корпусе элит, то здесь вариантов нет. Фэмили-А, то есть площадь номера 36 квадратов, все оснащено как в стандарте, это тоже однокомнатный номер, в котором есть двуспальная и двухъярусная кровать с небольшой перегородкой. Если же вы бронируете фэмили-Вон-резорт Голден-Бич, то есть в бунгало, здесь также есть два варианта. Фэмили-А, площадь номера 47 квадратов, это семейный номер, состоящий из двух комнат, и фэмили-Б. Площадь номера 62 квадрата, это самая большая категория номера, огромный семейный номер, состоящий из двух комнат и кухни. Главное достоинство отеля, это пляж, протяженность которого практически километр. Вероятно, это лучший пляж Сиде, один из лучших пляжей на всем Аталийском побережье, широкая пляжная полоса, пологий заход, мелкий песок, все это идеально подходит для отдыха с детьми. На пляже они устраивают дискотеку, ночью, дискотеку они устраивают на пирсе, и этому отелю принадлежит своеобразный рекорд, занесенный в турецкую книгу рекордов Гинуса. Они собрали самую большую дискотеку на пирсе одновременно, вот в этом вот рейве участвовало две с половиной тысячи человек. Отличный вариант отдыха для неприхотливых туристов, предпочитающих отдыхать на территории отеля, пользуясь всеми благами системы. Все включено. Читаю комментарии, но вы к зоопарку так не привязывайтесь, я пошутил скорее, чем главную особенность отеля отметил. Двигаемся дальше. Кумкёй. Популярное место отдыха для молодожены, семейных пар, а также молодоженов. Это типичный средиземноморский курорт Турции, привлекающий туристов своим расположением, чистыми золотистыми пляжами, современными гостиницами и также тусовкой, что немаловажно. В 30 минутах ходьбы можно от любого отеля с легкостью достигнуть всех прелестей и соблазнов большого города Сиде. Кроме того, сам курорт считается одним из активных мест на побережье. Это мека ночных клубов и дискотек региона. Популярных дискотек здесь около четырех. Отель, который мы здесь рассмотрим, это Crystal Sunrise Queen Luxury. Самый элитный и дорогой отель из всей цепочки Crystal. При этом стоимость на него не завышена и сопоставима с ценой на более известные и крепкие пятизвездочные отели. Поэтому Crystal Sunrise может стать очень приятной и доступной альтернативой для любой категории туристов, ценящих качественный отдых. Отель, который производит положительное впечатление буквально с первого взгляда, уже начиная с лобби, посреди которого установлена композиция из зеленых люстр в виде шариков и большая двухспальная кровать. На входе гостей встречают каменные статуи львов, повсюду островки зелени, пальмы, сосны. Лобби имеет два яруса, на которых расположены рестораны, бары и разнообразные зоны для отдыха. Состоит отель из семи блоков. Номера категории Family и Deluxe находятся в отдельных корпусах. В остальных пяти блоках расположены стандартные номера, которые имеют интересную особенность. Их размер варьируется примерно от 20 до 25 квадратов. И чем выше вы выбираете этаж, тем меньше будет составлять площадь предоставляемого номера. То есть при бронировании вы можете поставить примечание «Хочу первый этаж», тогда вид будет хуже, но номер будет шире. Если вы поставите по возможности высокий этаж, ситуация обратная. Вид будет лучше, но номер будет меньше. Все оборудование в номере бесплатное. Мини-бар ежедневно пополняется закусками, снэками, водой, безалкогольными напитками и пивом. Халаты и тапочки тоже присутствуют. Во всех номерах категории «Делюкс» на балконе установлены шезлонги. На территории три а-ля-карт ресторана, которые бесплатно могут посетить все гости, отдыхающие в отеле не менее семи ночей. Есть семь бассейнов, один из которых с тремя водными горками, а другой 18+. именно вокруг него образуется своеобразная релакс-зона, куда не пускают детей и несовершеннолетних туристов. Кроме того, есть спа-центр, крытый подогреваемый бассейн, активная анимация, неплохое питание и в принципе все, что турист привык видеть в крепких пятизвездочных отелях массовых направлений. Следует помнить, что отель расположился на холмистой местности и представляет собой множество корпусов, находящихся на разном уровне относительно моря, поэтому насчитывает большое количество ступенек. Лифта, фуникулера или каких-то специализированных дорожек для колясок он фактически не имеет, поэтому инвалидам, семьям с маленькими детьми, пожилым людям здесь может быть некомфортно, о чем обязательно следует предупреждать туриста. Турист может какой-нибудь дедушка с бабушкой спуститься на пляж и никогда больше обратно в свой номер не попасть, потому что ему придется преодолеть 150 ступенек. Я немного почитал комментарии, тут люди достаточно скептически воспринимают отель City Crystal. Вот на самом деле, если говорить о своем личном мнении, я никогда не любил отели City Crystal, мне они всегда казались очень дешевыми внешне, но неоправданно дорогими. В этом году по какой-то вот такой счастливой случайности мне удалось посетить практически все из них, в некоторых мне доводилось даже пожить. я могу сказать, что я несколько изменил свое мнение. Естественно, я не стал считать, что Crystal это какой-то уж очень хороший отель, но тем не менее они произвели положительное впечатление. Мы увидели, что они действительно за ними следят, то есть их каждый год реновируют, делают какой-то косметический ремонт, и в принципе они абсолютно оправдывают свою цену. И как ни странно, вот опять же личное мнение, Crystal Sunrise вот произвел, наверное, самое лучшее впечатление, то есть отель, в котором действительно захотелось остаться, который уже к тому времени работал и действительно выглядел хорошо. Как заход в море в этом отеле, есть плиты, но тем не менее можно войти в море, минуя эти плиты. Если вы присмотритесь на правую верхнюю фотографию, вы даже на слайде увидите плиту. Они, как правило, не сильно мешают войти, но тем не менее, если туристы о них не предупреждать, негатив, конечно, могут вызвать. Очень интересный комментарий. Я бы на месте операторов делал обзоры специально для нас, для тех, кто продает и рассказывал нам о минусах. Да, я полностью согласен. У нас сейчас вебинар немного другого формата, потому что он идет всего 2-2,5 часа, и сюда внести рассказ об отелях, в которых есть какие-то весомые тонкости, минусы, очень тяжело, потому что сейчас основная задача, наоборот, показать, наверное, отели, которые обновились и которые действительно, на мой взгляд и на наш какой-то субъективный взгляд следует продавать. Мы будем проводить курс вебинаров, о котором я обязательно еще расскажу, и разбирать каждый регион в отдельности, то есть Белек, Сиде, Алания, Кемер, и вот там мы будем говорить о разных отелях, и о бюджетных, и о дешевых, и самое главное о подводных камнях, которые в этих отелях можно ожидать, потому что там простора, где развернуться, будет больше, ну и, конечно, будет больше времени. Продолжаем. Я тоже начну, наверное, с лиричного такого отступления, чтобы вы немного смогли передохнуть. Зарага Сиде это мой личный фаворит и главный победитель в номинации неожиданности открытия года. Думаю, у каждого есть такой отель, когда вы приезжаете в какой-нибудь инфотур, вы приходите в этот отель и такие, блин, а почему я его раньше не знал? То есть я никогда его не продавал, я никогда не видел, не слышал этот отель и он вам сразу как-то в душу западает и начинает нравиться. И вы сами хотите сюда приехать. Так вот, таким отелем для меня стал Рага Сиде. Он был открыт в 2018 году и уже в 2019 они провели полную реновацию. Поэтому до сих пор продолжает он выглядеть как на картинке. Уютный, комфортный, стильный, с интересным, современным дизайном, который отдаленно напоминает лучшие черты отеля Selectum Luxury и, наверное, Босфорус. Повсюду мрамор, деревянные поверхности, развешанные интересные картины. Состоит он из одного пятиэтажного здания, расположенного в 150 метрах от моря и одного дополнительного трехэтажного корпуса на первой береговой линии, в котором находится всего лишь 19 номеров категории Суит. Территория общая. На первой линии размещен, как я и говорил, 19 номеров и рыбный а-ля карт ресторан. Все, ничего там больше нет. Остальная инфраструктура в главном корпусе. Учитывая разницу в цене, советуем бронировать корпус на второй линии. Он выглядит намного интереснее. Дорога до моря не вызывает негатива, потому что туристу нужно преодолеть просто оживленную пешеходную улицу с большим количеством магазинов. То есть он может пойти по дороге купить пивка, купить какие-нибудь снеки и даже не пересекая дорогу попасть на пляж, где шезлонги, зонтики, пляжные полотенца будут предоставляться бесплатно. Заход в море будет мелкий песочек. В этом районе море неглубокое. Чтобы дойти до глубины придется преодолеть примерно 20-30 метров. пляжа протягивается набережная, по которой можно добраться прямиком до античного Сиде и центра исторической торговой жизни города пешком, либо взять в аренду велосипед. Прокат велосипедов находится повсеместно, поэтому можно смело арендовать. Это будет стоить на весь день примерно 10-5 евро. Сам отель имеет крошечную, но очень зеленую и красивую территорию с бассейном, лежаками, газоном и баром и столиками. Для любителей не прерывать свой отдых ради обеденного похода в ресторан организована барбекю-зона прямо у бассейна, где повар в течение дня жарит стейки и котлеты для бургеров. Каждый гость отеля может скачать себе фирменное приложение Рага на мобильное устройство. Оно так и называется Рага. В котором он может выбрать закуски и напитки в баре. Как это выглядит? Например, лежишь на лежаке, открываешь приложение, выбираешь виски с колой, чипсы и бургеры, делаешь заказ и официант это все приносит. Очень здорово. Кроме того, в основном ресторане, конечно же, есть шведский стол, то есть, как и в любом турецком отеле, но присутствует альтернатива. Открываешь приложение, заказываешь еду по заранее подготовленному меню, после чего делаешь заказ и официант опять приносит все желаемое. То есть, действительно, выглядит это здорово. Система ультра все включено, работает у них 24 часа в сутки. Для всех инвалидов, для пожилых людей, для просто заболевших, захворавших гостей имеется бесплатный сервис в номер утром. официанты могут принести все, что угодно, за исключением алкогольных напитков. Я не знаю, распространяется ли это, например, на больных похмельем, но в целом задумка хорошая, если не нагреть, думаю, можно пользоваться. Во всех барах отеля имеются общие алкогольные позиции, такие, как пиво и вино, но в целом алкогольная карта абсолютно разная, что заставляет гостей больше двигаться и менять место своей дислокации. Это круто. То есть в одном баре подают какие-то напитки, например, виски, в другом ликер Бейлис, поэтому можно бегать. Ну и самое главное, в этом году у них будет реализована концепция, о которой все молодые представители мужского пола мечтали, с нетерпением ее ждали годами. Она называется первый PlayStation бар, где можно будет совершенно бесплатно, не выпуская бокал пива из рук на большом экране, наказать лучшего друга в FIFA либо в Mortal Kombat. То есть это отдельная комната, которой совершенно бесплатно могут пользоваться все отдыхающие. Я думаю, это будет выглядеть так. Куча мужиков в комнате, которые играют в FIFA, пьют пиво и одинокие грустные женщины на всей другой территории отеля, сидящие повсеместно. Ну и по крайней мере для меня самое главное, отель Raga Sede не принимает гостей младше 18 лет, поэтому это идеальный вариант для спокойного и качественного отдыха молодоженов или небольших компаний, любящих вечером посидеть в лобби с горячительными напитками. Подводя общий итог, хочется отметить, что вот нам с вами, деятелям туризма, очень тяжело выбрать отель для собственного отдыха. Мы всегда видим намного больше, чем обычные туристы и пытаемся найти тот самый отель, который будет соответствовать абсолютно, иногда совершенно противоположным невозможным критериям качественного отдыха и при этом, естественно, стоить недорого. В результате, отправляя на заслуженный отдых десятки клиентов с самыми разнообразными запросами и потребностями, мы не можем подобрать один единственный отель для самих себя. Так вот, если в ближайшее время мне предстоит посетить эту замечательную страну в рамках нерабочей поездки, то мне очень хотелось бы, чтобы это был за Рага Сиде. Ну и такая вот небольшая коллекция картин из отеля Рага, которые висят на лестничных пролетах. Я его, наверное, так сейчас очень животрепещуще описал. На самом деле, это правда, и самое главное, это не наш эксклюзив, то есть, это, в принципе, не наш базовый отель, и, насколько я знаю, его продают и другие, то просто действительно отель очень запал в душ и очень понравился, поэтому захотелось с вами поделиться. Кызылагач. Поселок, который выбирают туристы только для спокойного и неторопливого отдыха. Понравился он любителям природы, поскольку повсюду в округе можно увидеть фруктовые сады, сосновые леса, хлопковые поля и живописные пейзажи, но тусовщикам лучше подыскать другое место, например, тот же Кумкёй, где полно дискотек и тусовка может продолжаться всю ночь. Здесь же наоборот, ночью все спят и лишь днем заметно небольшое движение. Торговых центров нет, все необходимое можно купить в небольших магазинчиках или на базаре. Типичный ландшафт поселка это холмистая равнина с полоской песчано-галечного пляжа и шоссе вдоль самого берега. Поэтому отправляем сюда только туристов, которые не рассчитывают часто покидать территорию отеля. Пляжи песчано-галечные, вход в воду тоже не всегда удобный, так что встречаются плиты, иногда даже большие камни. Поэтому это не лучшее место для семейного отдыха с детьми. Однако некоторые отели рассчитаны именно на них. Например, здесь расположен курортный отель и спа-комплекс Санмелия Бич Резорт. И с этим отелем в нашем регионе, а я напомню, что работаю я в Оренбургской области, с этим отелем произошла интересная история, у него здесь интересная судьба. Первый раз этот отель я посетил, если мне не изменяет память, в 2017 году, он мне очень понравился, нас лично встречал сам директор, который рассказывал, проводил по территории, все показывал, и мне он тоже очень понравился, практически как рага. И когда я приехал, я начал всем агентам рассказывать про него, после чего отправил туда отдыхать своих родителей, и мои родители тоже приехали в восторге. Принесли кучу положительных, позитивных впечатлений, и я постарался донести их до агентов. И с тех самых пор уже четвертый, по-моему, год подряд отель Санмелия является лидером продаж среди всех турецких отелей в нашей области. Причем там отрыв колоссальный, то есть все бронируют Санмелию. У нас маленький город, но несмотря на это Санмелию, у нас бронируют больше, чем в Уфе, Казани, Самаре, то есть в городах-миллионниках. Поэтому обращайте внимание на этот отель, я тоже постараюсь поделиться именно своими впечатлениями. Сам отель был открыт в 15-м году, его общая площадь составляет 70 тысяч квадратов, есть у него собственный песчано-галечный пляж, находящийся в 50 метрах от отеля, на пляже есть бар, шезлонги, зонтики, матрасы, все предоставляется бесплатно, пляжные полотенца один раз в день, тоже бесплатно, заход в море, песок и галька. Галька присутствует, сойти можно свободно, без специализированной обуви, но если вы летите с очень маленьким ребенком, ну или у вас очень нежные пяточки, тогда лучше, конечно, купите резиновые специальные ботиночки. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi на всей территории, у них есть свой Луна-парк, он стоит 1 евро, 1 аттракцион, и самое главное, это интересное расположение отеля. Сейчас я тоже включу указку, я надеюсь, вам ее видно на слайде. Как вы видите, отель располагается у истока реки, то есть река проходит перед отелем, огибает его с правой стороны и огибает его спереди, то есть это небольшой ручей, и опять же, как я говорю, это не речка вонючка, это ручей, который находится под охраной ЮНЕСКО, потому что там, опять же, откладывают яйца черепахи карета. Если вы попадаете в отель в начале сезона ручей может показаться мелководным, потому что наблюдается отток воды и не совсем ухоженным. В сезон такой проблемы не вызывает, я фотографии сейчас обязательно покажу. Раньше, когда отель только открылся, в этом ручье даже ловили форель, она там обитала, они делали такую интересную активность, выставляли жаровни прямо около ручья, выдавали удочки гостям, ловили форель и прямо здесь ее жарили. Сейчас, к сожалению, форель уже не обитает, наверное, всю съели. Санмелия Бич это не только отель, это огромный спа-комплекс, который расположен на нулевом этаже, это баня, хамам, солевые комнаты, парные, все это предоставляется гостям бесплатно. Платно можно забронировать вип-комнаты, то есть там будет вип-комната, своей сауной, небольшим бассейном, где можно тоже в небольшой компании собраться и посидеть. Достоинству отеля можно отнести самый большой в этом поселке аквапарк, состоящий из семи действительно классных и крутых городок, и каждый отдыхающий сможет найти развлечение в этом отеле на свой вкус. Дневная развлекательная, спортивная анимация, дискотека, вечерние программы, бассейны, водные горки, а-ля карт ресторана бесплатно раз в неделю. Ну и, по-моему, уже упомянули эту особенность в пляже, в отеле, что многих туристов смущает фотографии, когда они видят вот эти вот самые поля, которые вы можете наблюдать сейчас на слайде. Это не поля, это огород. То есть отель выращивает продукцию, некоторую сам, помидоры, огурчики, что-то там еще у них растет, и они все это идет на стол в основном ресторане. Теперь о, как раз таки, присутствии реки и о том, как она выглядит. Вот эти фотографии сделаны с территории отеля. Собственно, примерно вот так выглядит проход в сторону моря вдоль реки. Как и во многих отелях Турции, в тех же Титаниках, Тренделаре, Порт Нейчерл, все обрабатывается. Обрабатывается специальными средствами, поэтому комаров там нет. По крайней мере, я был в этом отеле трижды, родители были, были замечания, были негативные моменты, о них я тоже расскажу, но комаров не было. Отель не лысый, как на многих фотографиях на сайте, у него очень красивая зеленая территория, ведет дорожка на пляж, недалеко находится город, можно дойти пешком, дорога не самая лучшая, потому что там нет фонарей, поэтому если вы идете, например, к вечеру прогуляться до магазина, возвращаться, скорее всего, придется на такси. Отличный вариант отдыха по соотношению цена-качество для туристов, отдыхающих с детьми и не готовых тратить большие суммы на проживание, но при этом желающих получить хорошее питание, достойный уровень сервиса и разнообразие досуга для себя и для своих детей. О негативных моментах. Что было отмечено? Не очень качественная уборка, вот опять же, я думаю, это скорее сезонное явление. И также, если вы зайдете, например, на сайт Top Hotels, вы сможете обратить внимание на то, что в позапрошлом году, немного в прошлом году у него были негативные отзывы в конце сезона, потому что отель выставлял действительно доступные цены и не справился с потоком туристов, поэтому, конечно же, уровень сервиса к концу сезона начал сдавать. Наверное, это вот Оренбург весь поехал и все вам всем испортил, но, я думаю, выводы сделаны и каждый год концепция и сервис будет только улучшаться. Переходим к Алании. Это, вероятно, самый атмосферный курортный город на всем Средиземноморском побережье Турции. Туристов привлекает теплое море, отмеченные голубым флагом пляжи и, самое главное, демократичные цены. Весь отдых в данном регионе считается самым дешевым. Любителям уединения подойдут удаленные от тусовочных мест районы, где можно в тишине потягивать прохладительные напитки на пляже, либо вовсе не выбираться с территории отеля. Молодежь же здесь порадует клубные гостиницы, шумные вечеринки в центре курорта. Ну, а для тех, кто не представляет отдых без экскурсий, поезда в городе, в его окрестности найдется множество интересных природных и культурных достопримечательностей. Сам город Аланьи совершенно небольшой, но к его курортной зоне относят все ближайшие поселки, которые в совокупности составляют 60 километров, протянувшиеся вдоль побережья от Акурджалара до района Кыргиджак. Акурджалар – небольшой курортный поселок, расположенный в 35 километрах от центра Аланьи. Он превратился в курорт относительно недавно и только набирает популярность, поэтому цены здесь умеренные, при этом качество сервиса до сих пор остается на действительно высоком уровне. Хорошо подходит для любителей лежачего отдыха, которые приезжают, чтобы просто позагорать на пляже, поплавать в море, вечером посидеть в ресторане. Каких-либо иных развлечений по сути здесь нет и за ночной жизнью придется ехать Валаню либо Сиде. Пляжи курорта Песчано-Галичный с пологим входом в воду и сильно изрезаны береговой линией, поэтому здесь много бухт и симпатичных заливов. Первые отели, их будет у нас сразу два, я думаю, вы хорошо знаете, это Кирман Хотел Ориканда слева на слайде и Кирман Хотел Леодики справа на картинке. Я про них не буду много рассказывать, расскажу лишь о новинках. Это два отеля, расположенных на одной небольшой территории общей площадью всего лишь 30 тысяч квадратов. Гости отеля могут пользоваться любой предоставляемой инфраструктурой, кроме ресторанов. Питаются они только в основном ресторане забронированного отеля. Симпатичная территория, небольшой аквапарк из пяти горок, много зелени и пальм, огромный детский бассейн и мини-клуб, большой снэк-ресторан, где подают гамбургеры, пиццу, хот-доги, а также крытый бассейн с подогревом. В принципе, это все, чем можно охарактеризовать отели. В прошедших сезонах Wi-Fi в номерах был платный, теперь на всей территории интернета можно будет пользоваться бесплатно. Кроме того, Кирман полностью переходит на концепцию ультра все включено, поэтому все основные услуги, такие как оборудование в номерах, которые были платными, станут бесплатными. В этом году проводится полная реновация территории, бассейнов, косметический ремонт корпусов, поэтому отели будут выглядеть очень хорошо. Глобальных изменений не обнаружено, отели продолжают качественно предоставлять услуги для недорогого и доступного семейного отдыха. Небольшое творческое отступление, как у многих в чате, у которых Crystal является такой нелюбимой сеткой отеля, я всегда не любил дельфины. То есть дельфины для меня казались всегда неоправданно дорогими, но в этом году мне довелось впервые посетить Delfin Deluxe Resort, который в принципе полностью перевернул мое мнение с ног на голову. Это красивый отель с небольшой, но очень зеленой территорией, который представляет собой самый недорогой вариант среди всей отельной сети дельфин, поэтому его можно рекомендовать не только взыскательным и требовательным клиентам, но и абсолютно любой категории туристов, которым нужен спокойный семейный отдых и которые не планируют надолго покидать территорию отеля. Очень аккуратный, повсюду высокие пальмы, газоны, грамотное зонирование, позволяющее туристам не мешать друг другу и всегда найти для себя тихое, спокойное место, где не будет шума и детских криков. Тем более часть территории выделена под релакс-зону с бассейном и лежаками, куда не пускают гостей младше 15 лет. Но у этой релакс-территории, релакс-бассейна есть одна интересная особенность, о которой представительство данного отеля просит рассказывать. Семейные номера, то есть family room, находятся как раз-таки рядом с этим бассейном. То есть гость отеля с женой и с пятью шумящими детьми выходит из family room, дети вот с такими огромными глазами видят первый попавшийся бассейн и бегут в него. А это бассейн 15+. Их оттуда выгоняют слезы, сопли. Поэтому руководство отеля просит предупреждать о таких нюансах. Более того, в отеле есть специальный человек, который уже на протяжении многих лет работает выгонятелем детей из бассейна. Я не знаю, вероятно, в трудовой книге у него так и написано. Вероятно, он приходит домой и начинает выгонять даже своих детей, улавливая багором их из бассейна. Но действительно вопрос такой интересный. На территории имеются четыре высокие водные горки, которые подойдут как для взрослых, так и для детей. Большой лунопарк, на пляже Пантон, семь миллиокард ресторанов, каждый из которых один раз в три дня можно посетить бесплатно. Для гостей, желающих покинуть территорию отеля, имеется бесплатный трансфер, который ежедневно отвозит гостей в Сиде, Манавгат и Аланию. То есть, каждый день какое-то одно направление можно бесплатно на трансфере посетить. Собственный песчано-галечный пляж находится рядом с отелем. Все пляжное оборудование предоставляется бесплатно. Покрытие пляжа привозное, поэтому является мелким песком, несмотря на то, что на многих картинках вы можете увидеть гальку. Естественно, заход в море галька средней величины, поэтому туристам с маленькими детьми может не подойти, либо им придется пользоваться специальной обувью. К тому же море здесь из-за специфики рельефа всегда неспокойное, поэтому присутствуют волны разной степени величины. Отчасти это хорошо, то есть мне нравится, постоянно слышно шум бриза и шум моря. Отель очень понравился, сюда действительно хочется вернуться, несмотря на то, что последняя реновация проходила еще в 2013 году, а самому отелю в этом году исполнилось 20 лет, на свой возраст он не выглядит, даже номера находятся в очень хорошем состоянии. Отель очень любят туристы, возвращаются сюда по многу раз, кто-то 8, 10, даже 15, поэтому Дельфин Делюкс продается всегда на много вылетов вперед, его нужно всегда стараться бронировать заранее. Литоро Резорт Хотел, отель открытый 2015 году, выполненный в стиле винтаж и выглядящий крайне специфично, внутри напоминая старинный богатый очень светлый особняк. Собственный песчаный пляж находится в 170 метрах от отеля через дорогу по подземному пешеходному переходу. Протяженность пляжа составляет 150 метров, курсирует шаттл в течение дня бесплатно, шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца все предоставляется тоже без дополнительной платы. Имеется сервис фруктов на пляже у бассейна, на пляже есть бар, на территории небольшой аквапарк и спа-центр. И, несмотря на то, что находится на первой береговой линии, из-за необычного такого своеобразного горного местоположения до пляжа нужно прогуляться. С другой стороны, благодаря опять же расположению, с его территории открываются великолепные виды на залив и черепаший остров. Есть панорамный бассейн, вода в котором визуально сливается с линии горизонта, все номера с полным или частичным видом на море, вай-фай бесплатно, анимация на русском языке, есть живая музыка два раза в неделю, турецкая ночь один раз в неделю, турецкая баня, сауна, парная, открытая дискотека, пляжный волейбол, стрельба и звука. Хороший, спокойный, романтичный отель для молодоженов, для молодежи, для которых имеется расширенная концепция комплиментов. Бутылка шампанского, шоколад, лукум, сухофрукты, орешки в номер, завтрак в номер, особые украшения номера, тематического красного цвета, ставят благовоние в ванной, наполняют джакузи и украшают его лепестками цветов. Плюс приоритетное обслуживание в одном из лякарт-ресторанов на выбор, ну и конечно торт особого дизайна, все это для молодоженов здесь присутствует. Вход в море у них нормальный, я здесь не купался, потому что во всех отелях зайти в море невозможно, но визуально, по крайней мере, плит я не обнаружил, то есть пологий, хороший заход в море. Давайте мы небольшую активность сейчас устроим, чтобы вы немного отдохнули от моего повествования. В этом отеле есть одна интересная категория номеров, она называется Lady Room. Кто знает, что означает Lady Room? Насчет шаттла, да, шаттл на пляж есть, но тем не менее, да, пешком совершенно недалеко, это примерно 300-400 метров. Для девушек женский, без мужчин, для невест очень много интересных вариантов. Частично вы правы. В эти номера, да, заселяют только девушек, но самое интересное, что таких номеров немного, их буквально несколько штук, и они все находятся в одном секторе, то есть там небольшой блок, где проживают только девушки, без мужчин, то есть туда можно заселять из расчета, чтобы пьяные мужики не долбились к вам в номер, то есть такой вот интересный. Интересная особенность. Orange County Resort Hotel Alania. Бывший отель Viking & Quality, первый раз мне довелось его посетить в 2015 году, и он произвел на меня отвратительное, не самое благоприятное впечатление. Грязная, старая, крайне простая бюджетная пятерка, но записывать это не нужно. В 2016 году он полностью был реновирован, в 2018 выкуплен сетью отелей Orange County, которые привели его в порядок и подняли общий уровень сервиса. В этом году он вызвал самые положительные эмоции и понравился даже больше, чем стоящая по соседству Гранада, несмотря на то, что стоит он значительно дешевле. Состоит он из основного, немного старого здания, расположенного на берегу собственного пляжа, протяженность которого из-за специфики береговой линии составляет практически один километр, а заход осуществляется не только с пирса, как у Гранады, но и по насыпному пляжу, небольшой бухте, расположенной вот в таком комфортном заливе, который вы можете увидеть на слайде. То есть зайти с детьми, либо зайти людям, которые не умеют плавать, здесь не составляет какого-то труда, им не придется нырять. На территории находятся два а-ля-карт ресторана, это турецкий и рыбный, посетить их можно за дополнительную плату, все бары, кроме лобби, работают круглосуточно, это очень удобно, нет шума в номерах по ночам для туристов, которые по ночам все-таки спят. Имеется детский бассейн и бассейн с водными горками, которые подогреваются, поэтому можно рекомендовать отель туристам, отдыхающим с детьми вне сезон, уже в апреле, когда мы посещали отель в прошлом году, в детском бассейне было очень много детей, то есть все подогревается, горки функционировали, действительно была такая классная, комфортная пляжная зона. Номера с очень хорошим ремонтом, они сделали новый шикарный мини-клуб и игровую комнату, вот вспомните, что обычно, когда во время инфотура в марте, в апреле, в мае, в начале сезона, когда вы приезжаете в любой из отелей, даже дорогих, заходите в детский клуб, что вы там наблюдаете, перекати поле, детей там нет никогда. В Orange County, наоборот, их было очень много и было видно, что действительно ими там занимаются. Кроме всего вышеперечисленного в распоряжении туристов, большой фитнес-зал, активная анимация и, самое главное, одна из крупнейших бесплатных кондитерских и числа тех, что мне довелось видеть. Подобного разнообразия выпечки, тортов, пирожных не было даже в люксовых отелях, расположенных в поселке Белек. Отель, который часто рассчитывает очень выгодные цены и который я бы с удовольствием рассмотрел в качестве варианта для собственного отдыха. Ну и раз мы уже упомянули Granada Luxury, я думаю, стоит сказать пару слов и о ней. Это отель, обладающий всеми особенностями и спецификой местоположения предыдущего, но при этом если Orange County можно охарактеризовать как спокойный семейный отель, который подойдет только для отдыха с детьми, то в Granada можно отправлять и в меру активную молодежь, которым здесь не будет скучно. В их распоряжении активная анимация на русском языке, тематические вечера, спортивные мероприятия, акваэробика, дискотеки и трансферы до ночных клубов Алании. Опять же, не нужно говорить, что они здесь получат трэш, угар и рейва по ночам, то есть нет, это обычный отель, в котором есть чем заняться, то есть молодежным назвать его к сожалению нельзя. В остальном концепция двух отелей идентична, аквапарк, ультра все включено, хорошие номера, питание и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Помимо пирса есть у них тоже небольшой песчаный заход в море. Я сейчас вам покажу, где он расположен на слайде. Вот он. Но этот самый песчаный заход во время прилива затапливает, поэтому туристам не нужно на него рассчитывать и не нужно информировать их о том, что этот самый заход есть. Говорите, что заход в море возможен только с большого и очень красивого пирса, на котором стоят лежаки, платные павильоны и находится бар. Если они приедут и заход в море будет, прекрасно, не будет, ну и как бы вы тоже виноваты не будете. Он очень узкий, туда даже лежак не встает, то есть буквально один метр, то есть с маленькими детьми можно зайти, было бы. Но, к сожалению, иногда его действительно подтапливает. В этом году они проводят полную реновацию территории, лобби и номеров, будет полностью обновлен пирс. По всей территории откроют небольшие снэк-ресторанчики, такие по типу вагончиков, где можно будет бесплатно пообедать. Гости смогут пользоваться, как я говорю, бесплатно. Напротив входа в отель находится автобусная остановка. То есть это для тех, кому вечно везде скучно и нечем заняться. Выходите из отеля, напротив автобусная остановка. Автобусы до Алании курсируют каждые 15 минут. Время в пути 30 минут. Садитесь, едете навстречу приключениям. Ну, а мы перепрыгиваем в инжекум. Инжекум в переводе с турецкого. Кто знает, что означает? Кто-нибудь знает перевод? Есть у нас турки. О, вот отлично, да. Он означает мелкий песок, действительно. Вот самый первый ответ был правильный. В принципе, это полностью характеризует данный курорт, протянувшийся на 8 километров вдоль чистого Средиземного моря и который со всех сторон окружает красивый сосновый лес и великолепная парковая зона. Последнее интересный комментарий от Виктории Мирошкиной поступил. Я даже боюсь, как будто на клавиатуру кто-то головой упал. Вот, надеюсь, все в порядке. Последнее время инфраструктура курорта усиленно расширялась и отстраивалась. Появились новые отели, кафе, рестораны и магазины. Место спокойное, здесь нет шумной ночной жизни, достопримечательности тоже отсутствуют, но достаточно проехать, опять же, полчаса до Ланиэлиссиде, чтобы увидеть много интересного. Это идеальное место для отдыха с детьми, благодаря пологому входу в море и для молодоженов из-за потрясающих закатов, видов и общей, наверное, даже можно сказать, романтичной атмосферы уединения. Многие туристические порталы называют пляж Инжекум лучшим на всем Анатолийском побережье, самым красивым. В курортной зоне поселка Инжекум ранее располагались три отеля известной сети Алара, представляющей собой бюджетные варианты отдыха для всевозможной категории туристов. В этом году отели были выкуплены утопией и в предстоящем сезоне на их месте появится Утопия Бич Клаб, она на слайде у нас расположена с левой стороны и Утопия Бич Резидент с правой стороны. В настоящий момент на их территориях проходит крупнейшая реновация, фактически вся инфраструктура отстраивается заново, сносят все корпуса, бассейны, все переделают, все будет новое и обновленное. Теперь отель состоит из основного семиэтажного здания, это Утопия Бич Клаб, и двух пятиэтажных корпусов. Будет он функционировать по системе Ультра все включено, в концепцию которого входит завтрак, поздний завтрак, обед и ужин, все это шведский стол, как и везде, плюс будут закуски, гизлиме и сладости в определенные часы, диетическое и вегетарианское меню, и даже безглютеновое и безлактозное меню. Все это по запросу можно получить. Местные некоторые импортно-алкогольные и безалкогольные напитки будут круглосуточно. С уверенностью можно сказать, что это будут качественные отели с уровнем сервиса и набором услуг, незначительно уступающим Утопии Ворлд, но по всем параметрам в несколько раз превосходящие любую старенькую Алару. Утопия Бич Клаб имеет собственный песчаный пляж бухтового типа с пологим заходом в море и полным отсутствием волн, что делает его идеальным для отдыха с маленькими детьми. Чтобы войти в море, глубже нужно преодолеть полосу из камней, но это не так страшно, потому что камни обточены, порезаться там невозможно. Есть понтон, с которого можно будет нырять либо просто зайти в воду. Лежаков на пляже хватает всем, все пляжное оборудование предоставляется бесплатно. Саму бухту вы можете увидеть на нижней левой картинке в отдалении. Вот видите, среди деревьев это самая бухта. Кроме того, есть частная зона на общественном пляже Инжеком с идеальным песчаным заходом в море, как я и говорил, лучшим пляжем на Анталийском побережье. Номера просторные, полностью оборудованные, с хорошим качественным ремонтом в точь-в-точь повторяющие номера Утопии World. Будет построен новый бар, откуда будут открываться великолепные, самые лучшие в этом районе виды на поселок Авсалар, мини-клуб и новый а-ля-карт-ресторан. Живая музыка, анимация и все, что только турист может пожелать в хорошей крепкой пятерке. Утопия Резорт Резиденс уже с правой стороны отель. Он состоит из главного двухэтажного здания и четырех шестиэтажных дополнительных корпусов, расположенных в цветущем саду, в котором будут открыты четыре водные горки для взрослых и детей, новый большой бассейн, мини-клуб и тинейджер-клуб, а также детская площадка, кинотеатр и платный а-ля-карт-ресторан стоимостью 7 евро с человека. На мой субъективный взгляд смотрится Резиденс намного красивее и зеленее, чем предыдущий отель, вдоль главного корпуса которого выглядит тоже новее, вокруг высажены большие огромные сосны, территория выполнена в колониальном стиле, с высокими деревьями, массивными колоннами у зданий, что смотрится совсем не типично для Турции и скорее напоминает Юго-Восточную Азию, какой-нибудь неплохой отель в Муинэ либо на Шри-Ланке. Собственный песчаный пляж бухтового типа находится рядом с отелем, шезлонги, зонтики, пляжные полотенца предоставляются бесплатно, у них есть два пирса, местами пляж сильно каменистый, но тем не менее заход без специализированной обуви возможен, минуя камень. У пляжа будет находиться снэк, ресторан и бар, три раза в неделю играть живая музыка, будет построен спа-центр, хамам и турецкая баня, а также открыт крытый бассейн. Интересно, да? Открыт крытый бассейн с пресной водой. Номера, как и в любой утопии, выглядят здорово. Все категории без исключения с качественным ремонтом и, что немаловажно, большим балконом. Был посажен огромный апельсиновый сад, в котором можно прогуляться или сорвать свежие плоды, которые будут, к сожалению, очень кислыми, так как они декоративные, как и во всех отелях Турции. И, как и любой новый отель, Утопия Бич Клаб и Утопия Резорт Резиденс в предстоящих сезонах будут рассчитывать очень выгодные акционные цены и при этом предоставлять достойный уровень сервиса, который, я думаю, полностью соответствует параметру цена-качество. Прошу не забывать про них, предлагать в качестве недорогого варианта для ваших туристов и делать на них акцент продаж. В данном ценовом диапазоне альтернатив я немного почитаю чат с вашего позволения. Фужеры кто-то ставит, вино пьет. Ищем вопросы. О, шампанское появилось. Андрей, почему во многих отелях для казахстанцев, вылетающих из России, большие доплаты, в том числе и для Гранады? Вот это очень хороший вопрос. Действительно, есть ряд отелей, которые имеют доплаты для граждан Казахстана. Вот. И вызвано это контрактами отельными. То есть для многих отелей контракты разные именно на граждан Казахстана. Более того, я думаю, вы тоже встречали, что существуют многие отели, в которых вообще запрещено бронировать граждан Казахстана. Это все связано с тем, что я, к сожалению, не разбираюсь в казахстанских туроператоров, но у некоторых ваших туроператоров есть своего рода монополия на некоторые отели и на некоторые цены по договоренности с отелями. Поэтому вынуждены иногда выставлять доплаты либо не подтверждать некоторые отели для граждан Казахстана, потому что ваши туроператоры имеют выгодные условия сотрудничества с ними. Когда закончится реновация в отеле? Изначально реновация в отеле должна была закончиться завтра, то есть 25 апреля должна быть, была закончена реновация, но в связи с сложившейся ситуацией, конечно, я думаю, будут продолжать дальше улучшать по максимуму отель, чтобы в разгар сезона быть предельно готовым. Пляж, вот хороший вопрос про пляж, я это действительно забыл сказать, пляж у них узкий, то есть если турист хочет прилечь прямо у кромки воды, ему придется вставать рано, то есть в 7 утра, чтобы занять себе место, либо довольствоваться, вот видите, там есть зона такая своеобразная, на газоне лежаки стоят, потому что пляж действительно узкий, многолюдный. Плит в отеле нет, там попадаются камни, то есть зайти минуя камни нет проблем, их видно, вот то есть такие вот камушки, которые нужно будет обходить, они тоже не острые, они обточенные. Что с шампанским в отеле? К сожалению, не знаю, что с ним там случилось. Андрей, скажите, планирует ли компания рекламники в этом году? Ну, как вы знаете, все рекламно-знакомительные туры были сняты вплоть до лета, поэтому, к сожалению, я думаю, нет. Может быть, какие-то альтернативы начнут появляться, когда уже ситуация стабилизируется. Конечно, я думаю, определенно, это не прошла эпоха рекламных туров. Можно ли сходить на соседнюю территорию? Я поясню. Смотрите, Утопия Бич Клаб и Утопия Резорт Резиденса это два разных отеля. Они располагаются в удалении друг от друга. То есть, естественно, пешком дойти можно, но на территорию не пустят. Утопия Резорт Резиденса он собран из двух алар. То есть, раньше там было две алары, теперь это одна утопия. Я думаю, да, будем двигаться дальше, потому что у нас время подходит к концу, а рассказать еще немножко хотелось бы. Авсалар. Это средиземноморский курорт и по совместительству достаточно большой городок Турции. К слову, его численность населения составляет порядка 12 тысяч человек. Это очень много. Это не маленький поселок, а вполне оживленный городок, который лично я очень люблю. Это место славится своей действительно живописной природной красотой, большим количеством зелени, богатым выбором развлечений. Это рестораны, бары, дискотеки, базар в центре города, магазины, сувенирные лавки, которые расположены повсюду, и даже рестораны морепродуктов. Побережье большей частью песчаная, и лишь изредка попадается галька. Этот городок одно из самых теплых мест Анатолийского побережья, так как бухта защищает осильных ветров, что делает курорт идеальным для отдыха в начале и конце сезона. То есть, если турист боится, что будет холодно в Турции, пусть летит в Авсалар, там будет всегда максимально возможная температура. Отель, который мы рассмотрим в Авсаларе, это Голд Айланд, отель, в котором по счастливой случайности мне довелось пожить в нескольких категориях номеров. На данный момент он тоже выдает достаточно привлекательные цены, которые однозначно оправдывают качество. Был открыт в 2011 году. Изначально это было 2 отеля Сентида, которые объединили в один, а затем и приставочку Сентида тоже отняли, потому что руководство отеля хотело продвигать более активную концепцию своего отеля. И самое интересное, что Голд Айланд и отель Голд Сити комплекс в Алане, я думаю, вы знаете, на горе стоит, у них один хозяин. То есть, поэтому именно уровень сервиса у них достаточно схож. Отель состоит из двух корпусов. Сейчас я тоже постараюсь показать их на слайде. Это основное пятиэтажное круглое здание, запоминающийся, его ни с чем не спутаешь, его видно в отдалении, когда едешь в Аланию, вид очень красивый. Это корпус А и дополнительный корпус Б. Вот здесь на слайде тоже вы его можете увидеть. Третья возможная вариация размещения бунгало, номера категории Айланд. Они расположены вот здесь, прямо перед морем. Собственно, что представляет из себя отель Голд Айланд. Это три пляжа. Два пляжа бухтового типа с насыпным песком, плавным заходом в море и, по сути дела, стоячей водой. То есть, она не застойная, а стоячая. То есть, там практически нет волн, поэтому очень удобно отдыхать с детьми. Их разделяет Акваклуб, где можно приобрести занятия по дайвингу. С левой стороны находится пирс, где устраиваются дискотеки, где находится бар, выступает группа, то есть, живая музыка. После этого проходит полоса камней, то есть, здесь зайти в воду невозможно, купаться невозможно. И около этой полосы камней находятся бунгало-номера. Чем они отличаются? В два метра от моря слышно морской бриз, слышно шум моря, и у этих номеров нет входной двери. Вход в бунгало осуществляется через лоджию. После бунгало находится пляж с вулканическим песком. Про него я расскажу в дальнейшем. В отеле есть много доступных категорий номеров, и они отличаются очень сильно друг от друга. Первая доступная категория к бронированию это номера Deluxe, Standard Room. Все они расположены в блоке А. Отличные номера площадью 32 квадрата с классным видом из окна, большим балконом и видом. Во многих номерах открывается вид, примерно как на этом слайде. То есть эта картинка, это фото было сделано из окна моего номера. Номера категории Iron Room, то есть это бунгало, я про них вам уже рассказал. Номера категории Econom Room они расположены в корпусе B. Вот вы его здесь можете увидеть. Вид у них либо на дорогу, либо на парковку, ничем они не отличаются от стандарта, кроме того, что у них очень маленький балкон. Балкон примерно 20 сантиметров, то есть туда можно выйти покурить, причем даже не выйти, а выйдет лицо и живот. Все, то есть сам человек туда, к сожалению, не поместится. Номера категории Swim Up, они расположены тоже во втором корпусе, на первом этаже и имеют прямой спуск к бассейну. Есть номера Superium Room Vis Jacuzzi, тоже это корпус B, уже второй и третий этаж. Обычный стандартный номер, но с джакузи на балконе. Отличный, хороший номер. Интересная особенность, что номера с джакузи, номера Swim Up и номера бунгало не заселяют детей до 16 лет. В связи, конечно же, с техникой безопасности. Номера категории Premium Room, они расположены в блоке B и имеют прямой вид на море. То есть, видите, вот они с торцевой части расположены. Ну и, конечно, есть номера категории Family Room. Они тоже находятся в блоке B, это большой номер площадью 50 квадратов. Имеют частичный вид на море, но в целом смотрят на стройку. Рядом с отелем Gold Island долгое время находилась заброшенная стройка. И, примерно, на протяжении трех лет все люди, проживающие в Family номерах, смотрели на заброшку. В прошлом году начали строительство вновь, его возобновили, и, я думаю, в ближайший, может быть, год его должны достроить. Тогда вид тоже в Family номерах будет хороший. Но пока лучше туристов предупреждать, что вид с балкона будет не самый лучший. Причем стройку не слышно, она в отдалении находится, но, тем не менее, для многих это может показаться важным. Что касается питания. Вот сейчас обсуждали в чате, что питание не очень, вот что-что, а к питанию, проживая в отеле, претензий у меня не было совершенно никаких. Может быть, это опять же зависит от сезонности, от заезда, но питание было просто превосходное. В каждом из корпусов есть свой ресторан, хотя при этом питаться можно везде, но готовят только в основном здании, в круглом. В блок Б питание привозят. Было всегда много видов мяса, много видов рыбы, всевозможные фрукты, гарниры, то есть всегда было что поесть. Есть отличное фастфуд-кафе, где готовят гамбургеры, хот-доги, пиццу, то есть можно вообще на обед оттуда не уходить. Система Ультра все включено здесь не номинально, она действительно работает, все возможные импортные напитки, но только в основном корпусе, в круглом. Чем примечательно система Ультра все включено? Конечно, напитки имеются все возможные, но бар, функционирующий круглосуточно, расположена в лобби круглого корпуса, поэтому если вдруг там соберется шумная пьяная компания, они могут не дать спать тем, кто проживает на первых этажах, поэтому если людям нужно гарантированное спокойствие ночью, бронируем их в корпус Б, и только туда. В отеле может показаться скучно, то есть здесь нет какой-то движухи, здесь нет огромных дискотек, это просто анимация вечерней шоу-программы. Недалеко есть рынок, состоящий из двух небольших улиц, на этом рынке можно купить сувениры, можно купить одежду, если пройти чуть дальше, вы выйдете на остановку, откуда можно добраться, в Авсалар, я постоянно говорю, что я знаю в Авсаларе одно очень классное заведение, где подают очень дешево морепродукты, если кому-то интересно, ищите меня в Инстаграм, я вам подскажу, где можно найти это местечко, где можно дешево и очень вкусно пообедать морепродуктами, Wi-Fi на всей территории бесплатно, Shuttlebus у них присутствует до центра Алании, стоит он 2 доллара в одну сторону, то есть 4 доллара туда-обратно, это очень выгодно, ну и есть у них такая интересная особенность, как кинотеатр под открытым небом, то есть во время чемпионата мира по футболу они устанавливали такие вот сидушечки, мешки кидали, вставили огромный проектор и транслировали матч, сейчас показывают фильмы, мультики для детей, то есть это очень интересно, ну и конечно обещанный пляж с вулканическим песком, то есть вот здесь вы его можете увидеть на фотографии, здесь, да, привозной вулканический песок и скорее это инстаграммный пляж, декоративный, здесь люди скорее купаются, фоткаются и загорают, потому что выглядит он хорошо, но за счет расположения на пике мыса здесь всегда, во-первых, очень крупные волны, а во-вторых, камни, везде камни и буквально как в игре сапер, нужно их перепрыгивать, поэтому купающихся здесь очень мало, но загорающих просто отдыхающих в тишине и покое всегда с избытком. Последний отель, который мы рассмотрим в Алании, затем мы перейдем в Кимере, там буквально пару вариантов быстро рассмотрим и думаю, на этом будем завершать, потому что я думаю, вы уже устали. Коноклы. Самый, что ни на есть, типичный прибрежный курорт Турции, отличающийся лишь своим выгодным местоположением близ Алании, чистые пляжи, солнце, теплое море и вся необходимая для качественного отдыха инфраструктура. Пляжи Коноклы по большей части представляют собой мелкую гальку, среди которой редко где можно встретить песок, но вот крупные валуны и каменные плиты в воде явление достаточно частое. Чтобы не прогадать и выбрать оптимальный вариант для туриста, особенно отправляющегося на отдых с маленькими детьми, лучше уточнять состояние пляжа каждого конкретного отеля. Клаб Хотел Анжелик, великий и ужасный, состоящий из основного здания и клубных номеров, расположенных в пяти корпусах. Корпусы протянулись перпендикулярно вдоль моря, поэтому от самого дальнего корпуса от лобби до моря всего лишь 30 метров, но сам лобби находится далеко, примерно в 300 метрах. Нужно идти по улице, преодолеть подземный пешеходный переход, и потом вы окажетесь на пляже. Дополнительные корпуса представляют собой четырех- и шестиэтажные здания, и в них нет лифта. Поэтому свой огромный чемодан вы можете затаскивать сами, либо, конечно, попросить доблестного сотрудника отеля, он вам обязательно поможет. Отель выполнен в очень необычном архитектурном и дизайнерском стиле, отдаленно напоминает какую-то укуренную Алису в стране чудес, повсюду яркие цвета, манекены, огромные люстры, в лобби клетка с живым попугаем, и основная направленность отеля молодежный отдых. Анжелик не спит до утра, тусовки, дискотеки и активная анимация. Как говорят местные гиды, мы едем вечером в Аланию, Анжелик еще не спит. Возвращаемся затем домой, Анжелик не спит уже. Первый раз я попал в этот отель в 2015 году, нас встретила Гастрилейшн, у которой, честно говоря, наблюдался стойкий запах алкоголя, и буквально схода она начала доставать два ящика шампанского и выпивать за встречу. И мне кажется, это полностью характеризует весь этот отель. В 2017 году мы попали туда уже в апреле, и в апреле, когда еще, блин, холодно, в середине апреля в бассейне была пенная вечеринка. То есть, действительно, отель веселый, и нужно понимать, кого вы туда отправляете. В этом году, вернее, уже в прошлом году, отель получил пять звезд, раньше он был четвертой, четверкой, и что же все-таки изменилось, в чем разница? Они провели реновацию, небольшой косметический ремонт по всей территории, обновили абсолютно все номера, и, честно говоря, теперь они выглядят очень хорошо. То есть, и раньше номера были слабым такой точкой Анжелиха, но теперь номера выглядят вполне достойно. Номера категории романтик, там ремонта не было, но, в принципе, они изначально были самыми респектабельными в плане внешнего вида. Wi-Fi, несмотря на то, что это отель молодежный, в отеле платный, он есть только в лобби, 7 дней стоит 10 долларов, также у них платный сейф, и он стоит 3 доллара. На территории три открытых бассейна, аквапарк из трех горок, один а-ля карт-ресторан, 5 баров и кондитерская. Собственный песчано-галечный пляж, как я и говорил, через дорогу по подземному пешеходному переходу, пляжное оборудование бесплатно, полотенце под депозит 5 евро. Пляж чем-то отдаленно напоминает Шарм-Аль-Шейх, то есть заход в море песок, камни, такой ярко-оранжевый песок, выглядит на самом деле красиво. Есть деревянная платформа, пирс и бар на пляже, в котором подаются безалкогольные напитки и пиво. В целом, все минусы, с которыми туристы сталкивались в отеле, там остались. Это мало лежаков на пляже, то есть на огромный отель, который способен разместить полторы тысячи человек, на пляже около 50 лежаков, что на мой взгляд очень мало. К тому же минус – это недостаточно большой ресторан с маленьким количеством мест. Как я и говорил, полторы тысячи отель способен разместить, а главный ресторан вмещает где-то 500-700 человек, потому что иногда образуются очереди, особенно в разгар высокого сезона. Учитывая специфику, общую направленность отеля, ну и, наверное, низкие цены, я думаю, всем сразу становится понятно, кого нужно отправлять в Анжелика, кого туда отправлять не следует, ни при каких условиях. Ну все, переходим к Кемеру, к месту, где можно получить максимально разносторонний комфортный отдых, магазины, клубы, свежий воздух, множество отелей, расположенных непосредственно в центре населенного пункта, позволяющие своим туристам не только активно проводить свой отпуск и наслаждаться инфраструктурой и какими-то местными достопримечательностями, но и получить высокий уровень сервиса на территории отеля. Ведь именно тут находятся такие отели, как Orange County, Crystal Deluxe, Fame Residence и другие. Но сейчас у нас речь пойдет не о них. Мы рассмотрим Armas Beach Hotel справа на слайде и Armas Goal Beach слева на слайде. Это базовый отель туроператора Anox Tour, который находится в двух километрах или в 20 минутах ходьбы от поющих фонтанов, парков центральной площади Кемера, расположенной на улице Ататюрка и прочей инфраструктуры. При этом обладают всеми преимуществами местоположения вышеуказанных, но стоят значительно дешевле и в отличие от того же Аздемпарка или Ареса находятся на первой береговой линии. Отели недорогие, питание без изысков, номера экономные, но тем не менее уровень хорошей, крепкой четверки с неплохими отзывами на специализированных сайтах стабильно поддерживается. Концепция у них абсолютно одинаковая. Шведский стол, поздний завтрак, закуски и сладости в определенные часы, ночной суп, местные алкогольные и безалкогольные напитки с 10 утра до 11 вечера. В отелях ненавязчивая анимация, живая музыка, турецкая баня предоставляется бесплатно. Минусы. Wi-Fi платный, 4 евро в сутки. Кроме того, в Армазгул имеется рыбный а-ля карт-ресторан, его услугами можно пользоваться бесплатно один раз за все время пребывания. В целом весь этот район с голубым флагом, поэтому там мелкая галька, голубая вода и пологий приятный заход в море. Нам Армаз бич показался немного активнее и веселее, здесь чувствуется приятная пляжная атмосфера, есть спортивная анимация и живая музыка. Номера хорошие, с неплохим ремонтом, но не очень большие, всего лишь 25 квадратов. Плюс у них есть номера категории эконом, вот сейчас вы можете увидеть торцевую сторону здания, где как раз таки и расположены номера категории эконом и они всего лишь размером в 15-17 квадратов. То есть там есть кровать, душ, шкаф и место, куда можно поставить чемодан. Все. Бронировать их советуем только туристам, которые вообще не планируют находиться в номере, лучше переплатить несколько тысяч и забронировать обычный нормальный стандарт. Армаз бич, это отель расположенный на первой береговой линии, а вот в Армаз Гул есть два корпуса. Один из них, как я и говорил, на первой береговой линии, а другой через дорогу. И называется этот корпус Гул Резорт Стандарт. То есть дополнительный корпус. Отличаются они от стандартов только размером, они чуть меньше. В этой же зоне расположены фэмили номера, Гул Резорт Фэмили, и в целом вот эта вся зона на второй линии выглядит едва ли не лучше, чем корпус на первой линии. Тут расположены два бассейна, вы можете их увидеть на нижней левой картинке и водные горки. И в целом сама зона посимпатичнее, посвежее. Поэтому всех любителей погулять по городу, потусоваться в ауре, заняться шопингом или просто туристов с небольшим бюджетом можно смело и без опаски отправлять в один из отелей сети Армаз. Кристалл Аура Бич Резорт Отель находится еще ближе к центру и точно также пользуется всеми теми же преимуществами местоположения. Здесь мне довелось провести целых шесть ночей. Территория небольшая, но в то же время просторная, все расположено очень грамотно. В центре красивая дорожка с высокими финиковыми пальмами, по бокам от нее два бассейна с отдельными небольшими аквапарками для взрослых и детей, причем горки есть экстремальные в том числе как у нас туристы любят называть горка унитаз у них присутствует вот вы можете увидеть на нижней левой картинке снэк-бар лотки с фруктами турецкими лепешниками холодильники с айраном водой и мороженым пляж в этом районе тоже находится под голубым флагом поэтому вода всегда идеально чистая заходить в море можно спокойно без специальной обуви так как вход пологий и на дне только очень мелкая галька пляж очень узкий поэтому высокий сезон лучше приходить пораньше в начале сезона или в конце проблем естественно не будет питание вкусное разнообразное был день морепродуктов когда подавали креветки крабы и других различных морских гадов в целом разнообразие было на высоком уровне и здесь довелось попробовать самый необычный десерт который я когда-либо видел в отелях не только Турции но и наверное всего мира выглядел он следующим образом это тарталетка со взбитыми сливками на которой лежат две позиции это клубника и крабовая палочка не знаю их никто никогда не ел но упорно каждый день они выставляли тарталетки с взбитыми сливками клубникой и крабовыми палочками система питания ультра все включено поэтому ваш турист может попробовать импортные напитки но правда только в лобби баре а-ля карт ресторана у них два это итальянский и мексиканский одно посещение каждого ресторана бесплатно за весь период проживания по предварительной резервации отель достаточно активный поэтому там будет интересно как взрослым так и детям для которых предусмотрено развлекательная спортивная анимация живая музыка и вечерние шоу программы вай-фай на всей территории бесплатный на контрасте с хорошим сервисом великолепным местоположением и самое главное разумной ценой можно его бронировать как хороший вариант по соотношению цена-качество из минусов отель очень многолюбный то есть здесь действительно особенно в дни высокого сезона очень много людей мало места в ресторане мало места на пляже но скорее всего это конечно специфика самого Кемера то есть Кемер как вы знаете здесь все отели маленькие во всех всегда очень много народу отвечая вопрос насчет номеров могу сказать что номера с хорошим качественным ремонтом в них находиться приятно но они маленькие и с низким потолком поэтому чувствуешь себя в такой вот коробочке также на нижней левой картинке вы можете увидеть что многие номера выходят в сторону аквапарка то есть видите буквально чуть ли не в лестницу упираются и нам достался как раз таки такой номер мы очень переживали что будет шумно но я думаю у них реализована хорошая шумоизоляция либо может быть в самый пик активности мы тоже были активны они спали в номере нам не доставил никаких это неудобств то есть не было слышно ни музыки ни криков ни визгов ничего поэтому можно наверное рекомендовать любые категории номеров в этом отеле в чат задают вопрос Андрей скажите а по егейскому побережью вебинары не планируется вы вот сейчас буквально надавили мне на больную точку потому что я должен был в мае лететь как раз таки на егейское побережье и по завершению инфатура провести курс по егейскому побережью но в связи с сложившейся ситуации его не будет поэтому я думаю кто-то конечно же из коллег моих из Москвы обязательно проведет данные вебинары завершающий отель нашего вебинара наши вернее подборки отелей а не вебинаров все-таки после него мы еще тоже с вами немножко пообщаемся завершающий отель находится в поселке Гойнук Трансатлантик Хотел Резорт Энспа эксклюзивный отель туроператора открытый в 2007 году и ранее называемый Queen Elizabeth состоит из небольшой но компактной территории основного здания то есть выполненного в виде узнаваемого корабля и четырехэтажного здания аннекс расположенного возле бассейна к бассейну в здании аннекс не нужно отправлять семьи с маленькими детьми так как в номерах весь день будет очень шумно из-за музыки и анимации но есть такой нюанс что стандартные номера находятся в обоих корпусах примерно 90% в основном здании и 10% в аннекс поэтому небольшая вероятность попасть в плохие номера есть абсолютно у каждого туриста наверное все-таки некорректно называть эти номера плохими в неудобные номера есть номера категории эконом-рум они все расположены опять-таки в здании аннекс на нижнем этаже без балкона и некоторые даже без окна о чем нужно обязательно предупреждать туристов а вот насчет комментариев чате об ужасных номерах мы с вами еще поспорим питание у них вкусное и в меру разнообразное в этом отеле тоже я провел два дня голодными ваш турист не останется никогда из мяса есть курица индейка телятина иногда баранина перепелки и рыба ходят слухи что кто-то когда ты встречал креветки мне их встретить не удалось в снэк-баре гамбургеры картошка фри пицца за аквапарком женщина делает лепешки там же в холодильнике можно взять айран и газированные напитки бесплатно отель отель выглядит у нас на сайте вот таким образом на самом деле он выглядит вот так вот то есть вот это фото сделано уже с его территории и в принципе разницы нет примерно то же самое ну и наверное возвращаясь к питанию все-таки стоит отметить что положа руку на сердце могу сказать что питание в трансатлантике где мы прожили два дня было лучше чем в отеле оранж каунте кемер где мы тоже немножечко пообитали неплохая симпатичная территория у отеля анимация возле бассейна вполне приличные напитки для отеля такого уровня анимация наверное можно назвать ее активной гимнастика танец живота дротики степа аэробика акваэробика вечерние шоу программы каждую пятницу турецкая ночь в субботу караоке иногда устраивать дискотеки у бассейна на свежем воздухе ну и классический мисс трансатлантик лучшая пара трансатлантик ну и так далее по списку в общем все то что внимание уже не заслуживает собственный галечный пляж находится в 200 метрах от отеля через дорогу шезлонги матрасы бесплатно пляжные полотенца предоставляются по карточкам бесплатно заход в море мелкая и крупная галька для детей однозначно рекомендуется специальная обувь в целом пляж на 4 с минусом крупная загалька при заходе резкая глубина и неровное пляжное покрытие путешественники новички которые первый раз в Турции либо отдыхают в недорогих отелях будут довольны туристы которые отдыхали до этого в дорогих отелях Кемера Белека либо в каком Тренди Лара естественно придут на этот пляж и оплюются поэтому обязательно фильтруйте тех кого вы отправляете в Трансатлантик к сожалению на пляже бара не было потому что мы были вне сезон но в сезон как я понимаю бар работает опять же на мой взгляд особой похвалы заслуживают номера у нас был стандартный номер их полностью в прошлом году отремонтировали они новые красивые выполнены в тематическом стиле при заселении пополняют бар в баре пиво вода спрайт фанта кола минералка это только при заезде потом к сожалению добавляют только в воду в прошлом году жирным минусом и в позапрошлом году отеля был платный и не очень качественный вайфай с этого же года его сделали полностью бесплатным и он есть даже в номерах более того в каждом номере стоит свой отдельный роутер поэтому вы можете даже видео на ютюб загрузить без каких-либо проблем у отеля очень удачное местоположение рядом много магазинов кафе и сувенирных лавок где продают фрукты одежду сувениры пешком можно прогуляться до рынка в целом отель отлично подойдет для неприхотливой и непривередливой молодежи которая хочет отдохнуть не очень дорого и не очень скучно это фотография сделана в номере одного из наших участников мы назвали это кровать для карликов я как понимаю конечно же что это дополнительное место если вы бронируете 2 плюс 1 кто-то даже у нас на ней спал но она очень маленькая то есть если у вас летит здоровый такой мужик баскетболист у него где-то на уровне паха это все свисать вниз начнет его тело на этом мы стремительно подходим к концу я во-первых прошу подписываться на наши официальные страницы прошу вам подписываться добавляться в друзья задавать любые интересующие вопросы запись данного вебинара вы сможете увидеть на нашем официальном сайте в разделе анекс про если ее туда разместят к сожалению да у нас сейчас много других забот и это делается не своевременно поэтому я прошу всех подписываться на ютуб канал там появляются все актуальные полезные вебинары плюс там вы можете увидеть полноценные курсы по направлениям Ое, Вьетнам, Турция где каждый регион рассматривается в отдельности подписываемся на страницу ВК подписываемся на наш инстаграм тому кому интересен мой инстаграм я в самом конце вебинара строчечку внизу скину чтобы саморекламой здесь не заниматься кто интересно подождет посмотрит к сожалению да в такой формат когда рассказываешь по всем регионам не очень удобен потому что многое упускаешь поэтому после майских праздников каждую неделю каждую пятницу мы будем проводить вебинары по конкретным направлениям сначала будет Анталья потом Белек Сиде Аланья и Кемер где я буду рассказывать не только об отелях но прежде всего о специфике отдыха что посмотреть куда сходить цены интересные места интересные особенности и тонкости отдыха ну и конечно по пожеланиям адресованным в чат будем озвучивать больше минусов в отелях чтобы вы были готовы к сезону на этом наш вебинар стремительно подходит к концу еще раз вам всем спасибо надеюсь он был для вас полезен мы очень надеемся на плодотворное успешное сотрудничество ведь устойчивость регулярность и самое главное необходимость нашей полетной программы зависит и будет зависеть только от вас с вашей поддержкой мы сможем пройти и через любой кризис через любые негативные моменты через этот сезон ну и конечно создать почву для расширения сферы деятельности и выставления новых направлений всем еще раз спасибо я немного под конец начал заговариваться давно ничего не проводил и два часа с половиной без перерыва мой моя ротовая полость оказалась не готова вам рассказывать всем спасибо я еще какое-то время здесь побуду если есть вопросы прошу задавать в чат и еще раз повторюсь запись вебинара будет на youtube канале сегодня скорее всего выложить не успеем наверное в понедельник спасибо спасибо Продолжение следует...